Если мы посмотрим на окрестности Солнца, а вот они перед вами, это область радиусом в 20 световых лет или приблизительно 7 парсек вокруг Солнца, Солнце здесь в серединке, то выяснится, что большинство звезд объединены в двойные системы. Вот это наши локальные окрестности. Вы знаете, что мы живем в гигантской звездной системе Галактики, но она намного больше той области, которая представлена здесь на слайде. А эта область очень хорошо детально изучена уже достаточно давно, и никаких неожиданностей здесь не возможно. Хотя нет, возможно. В прошлом году в этой области открыли еще одну звезду, ну совсем крохотную коричневого карлика. А вообще говоря, это самая изученная область нашей Галактики, потому что все это рядом с нами. От наиболее далекой звезды свет идет примерно 25 лет до нас, и мы хорошо знаем и физику этих звезд, и их состав. Как правило, они меньше нашего Солнца, менее массивные, менее яркие. И только, вот скажем, двойная звезда Альфа Кентавра или Центавра каким-то образом соперничает с Солнцем по светимости. Но давайте двинемся дальше. И прежде всего зададим себе вопрос. Мы ведь выяснили, что звезды не вечны, что источник их энергии ограничен во времени, хотя это очень мощный источник термоядерной реакции, но и он не может бесконечно питать звезду энергией. Значит, век этих звезд ограничен. Когда-то все они погаснут. И мы знаем, что Солнце не очень старая звезда. Среди вот этого населения есть заметно более старые звезды, чем Солнце. А возможно, были еще более старые. Вопрос. Если век звезды ограничен, то откуда берутся звезды? Где тот источник вещества, из которого формируются звезды новых поколений? А мы уверены, что Солнце — это звезда, ну, по крайней мере, второго поколения, потому что в составе Солнца, кроме водорода и гелия, элементов изначально присущих нашей Вселенной, есть и тяжелые элементы. Ну, далеко ходить не будем. Наша планета сделана в основном из тяжелых элементов. И наше с вами тело тоже сделано из тяжелых элементов. Это кислород, углерод, азот. Элементы уже производные от термоядерных реакций. Значит, были звезды до нас, были звезды предшественники Солнца и Солнечной системы. А из чего сформировались Солнце и наши планеты? Из чего сегодня формируются на наших глазах звезды? Вот попробуем ответить на этот вопрос. Здесь, в окрестности Солнца, мы этого вещества не видим. Мы видим пустое, ну, практически пустое пространство, населенное уже готовыми звездами. Посмотрим дальше. В глубину галактики в некоторых направлениях мы тоже видим колоссальное количество уже готовых звезд, но не видим того вещества, из которого могли бы формироваться их новые поколения. Где же это вещество? Итак, межзвездное вещество предшественник будущих поколений звезд. Давайте снова посмотрим на знакомую нам область неба, созвездие Орион, и обратим внимание вот на это светящееся образование. С первого взгляда оно тоже похоже на любую из звезд в этой области неба, но это не звезда. Уже взгляд в бинокль, а еще лучше в небольшой телескоп, убедит нас в том, что это хотя и яркое образование, но не звезда. А то, что раньше астрономы называли яркими туманностями, то есть не точечный объект, а размытый, расплывчатый объект, явно указывающий на его незвездную природу. Берем телескоп, увеличиваем и видим вот такую картину. Действительно, это мало похоже на звезду. Скорее, это гигантские облака, светящиеся, а значит, нагретые до высокой температуры. Спектральный анализ показывает, что это в основном водород и гелий. А светиться они могут только нагретые до температуры 5-6 тысяч кельвинов. Где источник нагрева? Его легко найти. Это яркие звезды, которые внедрены в это облако и своим излучением греют его до необходимой температуры. Итак, мы уже нашли незвездное вещество в галактике. И, разумеется, это не единственное горячее облако, которое астрономы знают в межзвездном пространстве. Это было открыто первым, потому что бросается в глаза. Даже невооруженный глаз видит туманность Ориона. Но с помощью телескопа можно увидеть гораздо больше. Например, сейчас я изменил ориентацию, положил Орион на бок. И теперь мы посмотрим на фотографию этой же области неба, но сделанную специальным образом. Теперь телескоп был снабжен светофильтром, пропускающим только одну линию излучения из всего спектра. А именно линию излучения горячего водорода. Для тех, кто знаком с спектром, это линия H-альфа. Красная линия излучения водорода. И что мы видим? Звезд почти незаметно. Заметить-то их можно, конечно. Но мы видим колоссальное количество светящегося газа, где туманность Ориона вовсе даже не выдающийся объект, а рядовой среди большого количества межзвездного вещества, заполняющего пространство между звездами. Астрономы убедились, что нет пустоты вокруг нас. Есть более или менее богатые газом области между звездами. Там, где они более богаты и нагреты светом близлежащих звезд, мы видим их как ярко светящиеся облака. Или вот, посмотрите, тоже фотография созвездия Орион, но еще более центрированная на излучение водорода. Звезд уже почти незаметно, а мы видим, что просто все пространство заполнено газом. Туманность Ориона вот здесь. А тут конская голова, для тех, кто помнит этот объект. Вот, темненькая. Что же это за вещество? Много ли его? И может ли оно быть предшественником звезд? Его не очень много. По полной массе в нашей звездной системе галактики межзвездное, вот это вот диффузное разреженное вещество составляет от силы 5-6% по массе. То есть звезды превалируют. Но и этих нескольких процентов достаточно, чтобы сегодня в нашу эпоху из этого вещества могли формироваться новые поколения звезд. Но как они могут сформироваться, если газ горячий? А значит давление его достаточно высокое. А значит он не хочет сжиматься в плотные образования. Следует поискать более холодные области, богатые межзвездным газом. Вот посмотрите, замечательная область, которая уже намекает нам. Это на южном небе. К сожалению, из наших северных широт эту область неба не видно. Созвездие Киль потрясающе богатое горячим межзвездным газом. Но мы уже обращаем внимание, что на фоне горячего разогретого газа видны некоторые темные образования. Может быть это отсутствие газа, а может быть наоборот наличие более плотного и холодного. Сейчас попробуем это проверить. Давайте посмотрим на Млечный Путь в целом. Возможно кто-то из вас видел в горах такую картину. Она незабываемо хороша. Но в данном случае нас интересует структура Млечного Пути. На фоне большого количества неразличимых по отдельности звезд, просто представляющих такую молочную полосу вдоль неба, мы видим темные прожилки. Далеко не сразу астрономы поняли, что это такое. Постараемся это понять. Смотрим и перед нами, вернее, у нас возникает две гипотезы. Либо в этих темных местах отсутствуют звезды, либо какое-то вещество перекрывает нам их свет, не позволяет увидеть нам их на больших расстояниях. То есть какой-то экран закрывает более далекие звезды. Попробуем это проверить. Возьмем, например, вот эту область Млечного Пути, увеличим ее и увидим вот такую проплешину в Млечном Пути, которую по традиции называют угольный мешок. В том смысле, что он темный на светлом фоне, как кусок угля или как мешок с углем. Мы поищем аналоги и легко найдем их. На фоне Млечного Пути мы с вами обнаружили, как говорил Вильям Гершель, дыру в небесах. Он так и писал. Это дыра в небесах, наблюдая ее в телескоп. Он почему-то считал, что это дырка в нашей звездной системе, где нет звезд, и мы видим какие-то чрезвычайно далекие области пространства, где просто отсутствуют звезды. Он ошибался. Уже полвека спустя наш отечественный астроном Струве, отец Струве, стал подозревать, что это не дыра в небесах, а некий экран, некое вещество, не позволяющее увидеть нам звезды, лежащие на дальнем фоне. Намеком на это служит то, что постепенно вдоль края этого темного образования мы видим слабенькие звезды, как будто бы с трудом просвечивающие сквозь полупрозрачные края этого образования. Для астрономов прошлого эта загадка все-таки оставалась неразрешимой. Но сегодня мы можем справиться с этой проблемой, взяв не оптический, а инфракрасный телескоп. Мы знаем, что инфракрасное излучение не так охотно поглощается частицами межзвездного вещества. Да не только межзвездного. Вообще длинноволновое излучение довольно легко проходит через многие преграды благодаря эффекту дифракции. Берем инфракрасный телескоп. И что мы видим? Мы видим, что это на самом деле облако, сквозь которое просвечивают лежащие за ним звезды, но мы их не замечали в оптическом диапазоне, однако увидели в инфракрасном, потому что инфракрасное излучение может пробиться сквозь это образование. Итак, перед нами плотное облако межзвездного газа и пыли. Дело в том, что газ не в состоянии блокировать весь проходящий через него свет. Он может максимум выедать из него несколько спектральных линий. А вот мелкие твердые частицы, то, что астрономы условно называют пылинками космическими, конечно, это не та бытовая пыль, к которой мы привыкли, но так по традиции принято называть очень мелкие частицы космического вещества, твердого вещества пылинками. Они способны поглотить любое излучение, которое не намного длиннее их собственного размера. Но если длина волны излучения больше размера пылинки, то это излучение преодолевает пыль. И вот мы видим, красная часть звездного излучения свободно проходит через это облако. Итак, мы убедились, что в космосе есть холодные, не светящиеся, достаточно плотные облака межзвездного вещества. Они-то и могут быть предшественниками звезд. В них могут формироваться звезды под действием гравитации. Но номенклатура сегодня в астрономии относительно межзвездного вещества такова. Вот это знакомая нам область в Орионе, конская голова, горячий газ, холодный газ. Области горячего газа, нагретого, а в основном это светящийся водород, называют областями H2. Эта номенклатура пришла из спектроскопии. Так спектроскописты называют ионизованный водород. Либо иногда H+. Ну, химики это понимают. Водород без электрона. Области нейтрального водорода, вот здесь на границе облака, водород не ионизован, но еще не принял молекулярную форму. То есть это атома водорода. Диссоциация молекул произошла, а ионизация не наступила. Спектроскописты говорят про эти области H1, иногда H0, ну, в смысле нейтральный водород. И, наконец, мы погружаемся в нижнюю часть рисунка. Это холодное облако, где водород в молекулярной форме, температура низкая, ни диссоциация, ни ионизация водорода там не может произойти. Понятно, это область H2, в смысле молекулы водорода. Вот три типичных, характерных для межзвездной среды состояния газа. Молекулярный, нейтральный и ионизованный. По температуре и типичной, характерной плотности можно разделить все области межзвездной среды или, как их называют, облака межзвездного газа на три типичных, характерных для нашей галактики состояния. Диффузные облака, то есть не очень плотные, несколько атомов на кубический сантиметр. В быту мы измеряем плотность в граммах на кубический сантиметр и газа, и твердых тел, но в космическом пространстве настолько мала плотность, что нет смысла в граммах выражать. Выражают в количестве атомов на кубический сантиметр. Чувствуете, какая маленькая плотность? Один атом на кубический сантиметр. Тем не менее, это вполне заметно. Вот тут, например, порядка одного атома на кубический сантиметр. Темные облака настолько плотные, что они все-таки уже поглощают проходящий через них свет. Там десятки атомов в кубическом сантиметре. И, наконец, молекулярные облака. Там сотни, тысячи, даже до миллиона. Для астронома это фантастическое количество атомов. Миллион атомов в кубическом сантиметре. Но по стандартам, скажем, физфака, это глубокий вакуум. Я даже не знаю, есть ли на физфаке такая вакуумная установка, которая может отсосать атмосферный воздух до такой низкой плотности. А в космосе это высокая плотность, почти максимальная. Ну и температуру вы тоже видите. Это десятки, а иногда и единицы кельвинов. Почувствуйте. Несколько кельвинов, то есть температура минус 270 по Цельсию. Фантастический холод. Вы, наверное, заметили, что чем плотнее облако, тем ниже его температура. В чем же тут дело? А понять это просто. Источники тепла, как правило, снаружи, это горячие звезды. А охладиться облако может само, излучая инфракрасный свет и теряя тем самым энергию. Если снаружи облако находится звезда, а облако достаточно плотное, ее свет не может пробиться внутрь. Он поглощается на границе. Отметьте этот яркий ободок. Как раз здесь и поглощается звездный свет. Внутрь он пробиться не может, то есть источника тепла там нет. А инфракрасное излучение покинуть это облако может унести оттуда избыток тепла. Таким образом, самые плотные темные облака являются одновременно и самыми холодными в космосе. Ну а там, где велика плотность газа и достаточно низка его температура, возможно образование молекул. Я вам показываю только начало того списка межзвездных молекул, которые на сегодняшний день обнаружены в межзвездной среде. На самом деле этот список приблизительно из 200 молекул. Что? Если можно погромче, я вас не слышу. Гидроксил это не молекула? Сейчас химики будут меня укорять за неправильную номенклатуру. А что, структура из двух атомов это не молекула? А что это тогда? Ну как это называется на языке химиков? Так, оставим дискуссию на потом. Хорошо? С этой проблемой я уже... О, давайте, раз мы запнулись, я расскажу вам такую историю. Как-то составив список межзвездных молекул, я не нашел для всех названия соответствующие. Были молекулы, но без вот традиционного названия. И тогда я как физик понял, что мне надо идти к химикам. Перешел площадь и зашел на химфак с этим списком межзвездных молекул. В первую же лабораторию обратился к химикам и попросил их найти название для тех молекул, формулы которых у меня выписаны. Ну, несколько молекул они мне сразу же назвали, а на некоторые посмотрели, дружно улыбнулись, посмотрели на меня, как, ну, на некоторого недоучившегося школьника и сказали, а вот таких молекул в природе не бывает. Примерно таким же тоном, как вы сейчас мне сказали. А почему, спросил я, а потому что это свободные радикалы, они не живут, они сразу же присоединяют к себе что-то другое. Теперь же я улыбнулся, посмотрел на них, как на недоучившихся химиков и сказал, дело в том, что в космической среде столь мала плотность вещества, что свободный радикал годами, а иногда и тысячелетиями в некоторых областях может летать, не встречая того, с чем он мог бы объединиться. Именно поэтому мы видим в космосе уникальные молекулы с высокой реакционной способностью, которые в колбе или даже в вакуумной камере на Земле невозможно получить и изучить. И в этом смысле космическое химики поняли, представьте себе, и попросили меня впредь держать их в курсе того, что открыто в космической среде. Им интересно изучать молекулы, невозможные на Земле. Я убедил вас? Спасибо. Вопрос. А как же в таком случае вообще способны образовываться молекулы в космосе, если там столь низка их плотность? Там невозможна реакция по причине редкой встречи друг с другом атомов и молекул. Я вам еще не все показал. Есть молекулы 13-атомные, а есть даже фуллерены, там по 60 атомов в молекуле, найденные в космосе. Как же они образуются? А дело вот в чем. Чтобы встретиться, ну, например, я не знаю, в ГУМ сейчас люди ходят или не ходят, но мое поколение ходило в ГУМ. Если бы потеряли друг друга, то надо было где встретиться? У фонтана. Так вот, роль фонтана, гумовского, играют межзвездные пылинки. Вот эти маленькие твердые частицы, которые тут условно нарисованы. Мы, честно говоря, не очень хорошо представляем себе их структуру, но мы понимаем, что свободный атом водорода, например, встретив пылинку, прилепляется к ней и некоторое время бродит по ее поверхности, ну, под действием электростатического потенциала, идет туда, где потенциал наиболее высокий, и там закрепляется. Может и другой атом подлететь, и он тоже будет бродить по поверхности пылинки, пока не придет в ту же электрическую ловушку на поверхности пылинки. И там они встретятся. И у них будет возможность объединиться, чего, вообще говоря, невозможно в свободном состоянии. Ведь чтобы два атома объединились в молекулу, то есть создали связанную структуру, им надо часть энергии отдать, выбросить в космическое пространство, лишиться этой энергии, чтобы возникла связь между атомами. Два атома водорода очень неохотно это делают, потому что они не умеют излучать. Ну, физики это поймут, у них нет дипольного момента электрического, они одинаковые, эти атомы, они не могут в виде излучения сбросить энергию. Но на поверхности пылинки они могут отдать ее просто за счет колебания, механического колебания, так сказать. Пылинки отдадут эту энергию, а она ее излучит потом в межзвездное пространство. Так что межзвездные пылинки работают как катализатор, они сами не расходуются, но на их поверхности охотно происходят химические реакции. И в этом смысле пыль – катализатор химических реакций космических. Маленькие межзвездные облака, вот эти холодные, встречаясь друг с другом, постепенно слепаются. И это называется коагуляция, слепание, нарастание, как снежинки в облаке снежном, становится все больше и больше. И, наконец, в галактике нашей вырастают очень крупные структуры из молекулярного, холодного, достаточно плотного газа. Мы их называем гигантские молекулярные облака. Они действительно гигантские, обнаружили их сравнительно недавно, потому что водород, молекулярный водород, не излучает, а значит, заметить его присутствие в космосе очень сложно. Но удалось заметить присутствие других молекул, и теперь мы знаем, что диск нашей галактики, мы еще будем говорить сегодня о структуре галактики, ну и так, представляете, населен приблизительно пятью тысячами гигантских, холодных, плотных облаков. Гигантских в прямом смысле, масса их по миллиону солнечных масс. И в них-то как раз происходит формирование звезд. Грубо говоря, это происходит так. Внутри облака отдельные области сжимаются под действием гравитации. Сжимаясь, они охлаждаются и еще легче поддаются гравитации. И этот процесс происходит в ускоренном режиме. Это называется гравитационная неустойчивость и фрагментация облака на отдельные плотные части. Каждая такая часть, в конце концов, становится звездой. Постепенно она сжимается, разогревается в своем центре. Когда температура достигает нескольких миллионов градусов, начинаются термоядерные реакции, и постепенно этот плотный фрагмент газа приобретает сферическую форму и становится звездой. Но не весь, не все вещество входит в состав звезды. Когда звезда разогрелась, она своим излучением начинает отталкивать излишки вещества. И тогда, как правило, вокруг звезды оставшееся вещество формирует диск. Ну, потому что какое-то изначальное вращение было, а по мере сжатия оно увеличивается, и равновесие центробежное возникает. И в этом газе могут сформироваться, из этого, остатков этого газа могут сформироваться планеты, что мы и наблюдаем в Солнечной и в других планетных системах. Это, конечно, очень примитивная схема. Тут масса разных физических красивых эффектов. Ну, например, здесь нарисован, вы видите, поток вещества, который вдоль оси вращения диска выбрасывается. Это определенная стадия при формировании молодой звезды, и очень интересная стадия, мы ее иногда наблюдаем. Сейчас я вам ее продемонстрирую. Вот, пожалуйста, огромное облако, и на его кончике сформировались звезды, и начинают уже разогревать окружающий газ. А вот та самая стадия жизни или формирования молодой звезды, когда из диска вдоль оси вращения выбрасывается струя, быстрая струя нагретого газа. Честно говоря, детально физика этого процесса пока не просчитана. Мы приблизительно представляем себе, почему это происходит. Там магнитное поле закручивается винтом. Вот эта винтообразная структура, даже можно здесь заметить, что-то такое типа винта мясорубки, если вы когда-нибудь его видели. Или, говорят, Архимедов винт. И вращение этой магнитной структуры, оно, ну вот как винт мясорубки, подает мясо вперед, так же и этот магнитный винт подает газ в сторону от диска. В одну сторону и в другую, но другого потока мы не видим. Там облако экранирует его, темное облако внизу. А этот поток, направленный на нас, мы легко наблюдаем. Очень интересная стадия в жизни молодой формирующейся звезды. Ну а когда звезда уже приходит в более или менее стационарное состояние, и немножко светимость ее понижается, тогда окружающее ее протопланетное облако остывает, и в нем возможен процесс распада газа на отдельные фрагменты. Из них формируются планеты, вокруг планет, спутниковые системы и так далее. Это достаточно понятный процесс. Звезды формируются в галактике. Наша галактика, ее обычно на английском называют Млечный путь. Мы не любим этот термин, потому что Млечный путь – это некое видимое на небе образование. Мы свою галактику обычно с большой буквы называем галактикой или нашей галактикой. Задумаемся о том, какова ее структура, и как звезды и газ друг с другом взаимодействуют. Одно направление этого взаимодействия мы только что обсудили. Газ, охлаждаясь и сжимаясь, дает жизнь новым поколениям звезд. Но и звезды, в свою очередь, влияют на межзвездный газ. Вновь возвращаемся к Ориону, к этой уже знакомой нам туманности Ориона. И мы тут наблюдаем замечательный процесс взаимодействия новорожденных звезд с родительским газом, с тем веществом, из которого они недавно образовались. Вот здесь группа горячих звезд, сформировавшихся за последний миллион лет. Я так часто показываю эту область, потому что туманности Ориона – ближайшая к нам область формирования звезд, ну, массивных звезд. Это тот лабораторный стол, на котором мы исследуем наиболее детально процесс формирования звезд и их взаимодействия с газом. Поэтому он наиболее изучен. Проникаем вот сюда с помощью инфракрасного телескопа и видим ту группу новорожденных звезд, которые за последний миллион лет образовались в туманности Ориона. Вот эти четыре ярких звезды, их называют трапеция Ориона, поскольку их четыре, очень массивны, и их светимость значительно превосходит светимость всех окружающих их молодых звезд. На инфракрасной фотографии этого не видно. Дело в том, что массивные, вот эти четыре массивных звезды в основном излучают ультрафиолетовый, горячий, энергичный свет. Ультрафиолетовые кванты как раз и есть причина разогрева окружающего газа. Мы видим потоки газа, оттекающие из этой области. Вот эти четыре звезды, трапеция Ориона, четыре массивных, недавно сформировавшихся звезды. Как развивается этот процесс дальше? Я вам показываю разные объекты на разных стадиях их эволюции, потому что я не могу ждать еще миллион лет, пока туманность Ориона каким-то образом изменится. Поэтому мы берем объекты на разной стадии эволюции и смотрим. Вот другое скопление звезд, сформировавшихся примерно четыре миллиона лет назад. И мы видим, что своим излучением и звездным ветром эти новорожденные звезды уже очистили область рядом с собой от межзвездного газа, сместили его на периферию облака. И этот газ продолжает расширяться, потому что здесь он сильно нагрет. И этот пузырь, как камера волейбольного мяча, расталкивает вокруг себя остатки того газа, из которого эти звезды сформировались. Смотрим, чем дальше этот процесс, чем он вообще может закончиться. Мы видим, что облако фактически разрушается. Новорожденные звезды разрушают материнское облако. Они выталкивают остатки газа. Этих остатков может быть до 95% исходного вещества. То есть 5% превратились в звезды, они начали работать, ярко гореть. И 95% облака, не собравшегося в звезды, разлетается нагретое и под действием отталкивания и разогрева звездным излучением. В конце концов, мы видим, что молодое звездное скопление очищает себя вообще от межзвездного вещества, а остатки вещества разлетаются. Вот это более старое скопление звезд, а тут более молодое, на несколько миллионов лет моложе этого. И мы видим, что это скопление, у нас оно в астрономии, называется инфракрасное, infrared source, инфракрасный источник излучения. Его мы замечаем только с помощью инфракрасного телескопа в глубинах облака, а это родилось раньше и уже очистило пространство вокруг себя, и мы его видим в оптический телескоп. Через несколько миллионов лет после рождения звездного скопления наиболее массивные звезды начинают взрываться. Этот процесс мы обсуждали. Массивная звезда быстро проходит свой эволюционный путь примерно за 3-4 миллиона лет и в конце его взрывается как сверхновое. Вот перед нами эффект этого взрыва, карбовидная туманность, которая тысячу лет назад на нашем небе продемонстрировала вспышку сверхновой. Это очень мощный источник энергии, и он, конечно, добавляет, так сказать, движение газу. Вот внутри это газ взорвавшейся звезды, а на периферии это тот газ, который был собран, как ковш экскаватора, сгребает разреженное вещество и уплотняет его перед собой. Также вот эта вот горячая плазма сгребает окружающий межзвездный газ. Мы видим вокруг остатков сверхновых вот такие тонкие сети из нагретого и оттолкнувшегося от места взрыва вещества. Это вещество очень полезное для галактики. Это уже не исходное вещество, из которого сформировались звезды. Здесь замешано вещество взорвавшейся звезды. А оно, как мы знаем, несет в себе продукты нуклеосинтеза, тяжелые элементы. И, по сути, это процесс обогащения галактики тяжелыми элементами. Звезда сформировалась из исходного газа бедного тяжелыми элементами, а через несколько миллионов лет после взрыва выбросила в пространство обогащенный тяжелыми элементами газ. Всеми, вплоть до урана и трансурановых элементов, если они еще не успели распасться. Именно это вещество потом войдет в состав планет и будущих живых существ на их поверхности. Наша галактика не очень удобна для изучения взаимодействия звезд и газа. Почему? Вот полоса Млечного Пути и отдельные выхваченные из нее фрагменты, вы видите, слишком много их в диске галактики, а мы наблюдаем все их в проекции один на другой. Мы как бы сидим внутри галактического блина, мы действительно находимся, наше Солнце, наша Земля находится внутри диска, и пытаясь рассмотреть отдельные объекты, иногда это удается, но, как правило, они накладываются один на другой, потому что мы смотрим вдоль плоскости своей звездной системы и довольно трудно отделить их один от другого. Гораздо проще, ну вот наша галактика, гораздо проще изучать соседние звездные системы. Правда, и в нашей галактике удается вот от этой какафонии уйти, если мы переходим к наблюдению все более и более длинноволнового излучения. В данном случае перед нами инфракрасный портрет Млечного Пути. Пыль еще чувствуется здесь, но уже не так сильно закрывает нам фоновые области. А вот обратите внимание на эти два объектика. Рядом с нашей галактикой, а по существу на ее окраине, живет несколько соседних небольших звездных систем, которые как спутники летают по орбитам вокруг нашей большой галактики. Вот обратим внимание на эти два спутника. Это так называемые Магеллановы облака. Они на южной части неба видны. Во время экспедиции Магеллана были описаны учеными. Большое и малое Магеллановы облака. Это две галактики, спутники нашей звездной системы. Конечно, они гораздо меньше нашей, но поскольку мы их наблюдаем снаружи, их структуру значительно проще исследовать. И вот глядя на большое Магелланово облако, мы взаимодействие звезд и газа можем изучить более детально и более четко, отделив одни объекты от другого. Это маленькая галактика, вот ее основное тело и несколько областей формирования звезд. Если мы посмотрим на большое Магелланово облако с помощью специального телескопа, пропускающего лишь одну линию излучения, H-альфа, линию излучения водорода, то вот на ее портрете мы сразу увидим вот эти балбы, эти, как сказать, мячики, сферы, раздутые в межзвездной среде новорожденными звездами. Их очень много, и каждая из них содержит в себе группу молодых звезд, которые своим излучением и горячим звездным ветром раздувают, отметают от себя, отталкивают межзвездную среду и формируют из нее такие полупрозрачные сферы. Очень хорошо это видно на плоскости Большого Магелланово облака, потому что галактика маленькая, объектов там немного, и они не заслоняют один другого. В одной из таких полостей, вот я даже покажу, где, а, 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 вот здесь, а, прошу прощения, вот здесь, находится замечательный объект. Когда-то, глядя на него невооруженным глазом, астрономы сочли его яркой звездой в созвездии Дорадус, золотой рыбки. Но теперь мы знаем, теперь уже мы рассмотрели в телескоп, что это гигантское звездное скопление, очень молодое, его возраст около миллиона лет. И как раз вот здесь, в его центре, находятся самые массивные из обнаруженных вообще во Вселенной звезд. Наверняка есть и помассивнее, где-то там вдали, но тут у нас под носом, в пределах нашей большой галактики, вот эти оказались самыми массивными. Рассмотреть их на этой фотографии невозможно, они там в центре сидят. Там несколько звезд с массой по 200, 300, масс Солнца у каждой. То есть в сотни раз массивнее нашего Солнца. И в несколько миллионов раз мощнее излучает каждая из них. Поэтому видите, как газ стремительно убегает из этой области. Прямо видно, как сфера расширяется газовая, потому что там колоссальный источник энергии внутри. Ну и заканчивается все тем, что звезды отталкивают от себя газ. И на месте некогда такого котла, где сварились новые звезды, котел звездообразования это называют, остается группа уже немножко постаревших, но все еще молодых достаточно, группа звезд, которые мы называем звездными скоплениями. Их много и в диске галактики, и в соседних галактиках. Это типичный способ формирования звезд. Не поодиночке, а в виде таких конгломератов из десятков, иногда сотен, а изредка тысяч светил в одном месте. В период молодости нашей галактики в ней было больше межзвездного газа, более крупные его облака, и рождались более крупные звездные скопления. Вот один из представителей древнего звездного скопления. Мы их называем шаровыми, потому что у них действительно форма шарообразная. Ну, там так много звезд, что детали теряются, и мы видим общую структуру сферическую. Тут она тоже достаточно сферическая, но отдельные яркие звезды портят эту строго сферическую картину, потому что здесь их несколько десятков, а здесь несколько миллионов. И вот такие шаровые звездные скопления, состоящие из самых древних звезд, родившихся в эпоху крайней молодости нашей галактики, а может быть даже до ее формирования, пока это еще не выяснено, то есть их возраст примерно 4, ну, около 14 миллионов лет, 13, может быть, миллионов лет, и их там миллион с лишним светил. Конечно, они практически никогда не сталкиваются, но, тем не менее, живут очень тесно. И в центре этого скопления, от одной звезды до другой, характерное расстояние несколько световых недель, иногда месяцев. Скажем, обмениваться межзвездными посланиями для цивилизации значительно удобнее, и ждать ответа можно не так долго. Ну, почта России тоже примерно 2-3 недели доставляет бумажное письмо, так что мы к этому привыкли. Легко ли изучать галактику? Ну, если я спрашиваю, легко ли, то ответ будет очевидно какой. Не очень. Дело в том, что мы живем внутри нее. И вот по каким причинам галактику изучать трудно. Галактика везде. Если какую-то конкретную планету или конкретную звезду мы можем изучать, наведя на нее телескоп, то всю нашу звездную систему мы можем изучить, только обследовав все небо. А небо огромное. На нем 41 тысяча квадратных градусов. И для телескопа это очень сложная работа обследовать весь небосвод. Следующее затруднение. Мы внутри, а значит, одни объекты близко к нам расположены, а другие далеко. И нам очень трудно сравнивать свойства близко и далеко расположенных объектов. Вблизи мы видим все, самую мелочь. Вдали мы видим только выдающиеся, наиболее яркие источники излучения. И это затрудняет сравнение областей галактики. И, наконец, пыль. Та самая межзвездная пыль, о которой мы говорили. К сожалению, наше Солнце расположено как раз в середине галактического диска, где наиболее велика плотность межзвездной пыли, экранирующей от нас далекие области галактики. Ну вот, относительно того, что галактика везде. Большие телескопы не способны обследовать все небо. Они видят на небе крохотные участки размером, скажем, намного меньше лунного диска. Нужны специальные обзорные телескопы, которые бы схватывали на одном снимке сразу большие кусочки небосвода. Таких телескопов еще недавно было очень мало. И вот сейчас, как раз в наше время, создаются мощные обзорные телескопы. Они еще не сделаны, но в ближайшие годы появятся, и мы сможем галактику изучить глубже и на всем небосводе, во всех направлениях нашей звездной системы. Теперь пыль. С пылью тоже можно бороться. Помните, я вам показывал это непрозрачное облако? А здесь цифра — это длина волны излучения, в котором получен этот снимок. Голубые лучи облака непрозрачны, зеленые лучи практически тоже непрозрачны. Переходим к красным лучам, по периферии прозрачность увеличивается. Переходим к инфракрасным лучам, облако становится прозрачным. Казалось бы, вот инструмент астронома — инфракрасный телескоп и никакой пыли. Она нам не помеха. Это да, это выход. Но инфракрасные телескопы, как правило, обладают низкой четкостью изображений. Длина волны излучения большая, значит, дифракция велика. И атмосфера наша непрозрачна для инфракрасного света. Поэтому инфракрасные телескопы надо высоко в горах ставить, или на аэростатах поднимать, или еще лучше в космос отправлять. В этом и было затруднение. Но теперь оно более или менее преодолено с помощью космической техники. Вернемся вот к этому снимку. Я вам показывал его. В оптике мы хорошо видим скопление, а такое же, но экранированное облаком, с трудом различаем. И, конечно, структуру его изучить не можем. В общем, эта сложность до конца еще не преодолена. И все-таки сравниваем два портрета Млечного Пути, два портрета нашей галактики. Каждая из этих карт охватывает весь небосвод. Это вот как развертка глобуса для земного шара, так же развертка всего небосвода. В оптическом диапазоне Млечный Путь виден, но облака полевые довольно сильно экранируют его структуру. А в инфракрасном диапазоне они нам почти не мешают, но чуть-чуть чувствуется их присутствие. Но, в общем, структуру галактического диска и его центральную область мы замечаем без особого труда. Это замечательная возможность проникнуть вглубь нашей галактики. Итак, наша звездная система. Это плоское образование, примерно из 200 миллиардов звезд. И, глядя с торца на нее, мы видим диск и центральное уплотнение, где-то здесь центр галактики. Солнце отнюдь не в центре, а весьма далеко от центра нашей звездной системы, приблизительно на расстоянии 8 килопарсек, то есть это около 24 тысяч световых лет, 25 даже тысяч. Но это не значит, что все вещество в диске, некоторое количество звезд, шаровых скоплений, живет вот в этой окружающей области. Это галла галактики. Но все-таки масса дисковой составляющей на порядок больше. Еще недавно в учебниках можно было вот такие условные портреты нашей галактики увидеть, Дело в том, что если сбоку мы ее хоть как-то замечаем, вы это видели на инфракрасных снимках, то сказать, как плашмя выглядит портрет нашей звездной системы, все еще невозможно. И, видимо, никогда не станет возможно, потому что мы не можем вылететь за пределы галактики и сфотографировать ее снаружи. Впрочем, есть такая возможность. Если в соседней звездной системе, ну, например, в туманности Андромеды, найдется разумный астроном, и он передаст нам фотографию нашей собственной галактики, тогда мы ее увидим. Но до этого момента можем только изнутри пытаться, вот как вы сейчас, сидя в этой аудитории, попытались бы нарисовать схему физического факультета МГУ. Это было бы нелегко. И непрозрачные стены вам бы мешали. В общем, препятствий немало. То же самое и с галактикой. Это фотография нашего Млечного Пути, а по существу галактики, как мы ее видим от Солнца. А это некий возможный ее портрет при взгляде снаружи. Никто не даст вам надежной картины, но все-таки мы знаем, что есть центральное уплотнение, центр галактики, где очень велика плотность звезд. Есть какая-то спиральная структура. Вблизи Солнца мы представляем отдельные элементы этих спиральных рукавов. Но, скажем, по ту сторону от центра галактики практически ничего не можем пока рассмотреть. Но как-то вот ориентируемся на другие снимки. Вот это соседняя с нами галактика, тоже вид серебра. И мы понимаем, что раз наш Млечный Путь приблизительно так же выглядит для нас, наблюдателей, вблизи Солнца, то, наверное, и наша галактика похожа на аналогичные спиральные звездные системы. Посмотрим на какую-нибудь другую из ближайших. Вот дисковая галактика, развернутая к нам в полоборота. Ага. Если бы это была наша звездная система, Солнце было бы где-то здесь, тут центр и так далее. Посмотрим, нет ли аналогов совсем, так сказать, плашмя к нам повернутых. Ну, есть, конечно. Вокруг нас много похожих звездных систем. И мы по аналогии с их фотографиями чертим схемы нашей звездной системы. Ну, вот такой фантастический, не фантастический, а, скажем так, наиболее приближенный к реальности, но все-таки художественный портрет нашей галактики, говорит о том, что у нас, кроме спиральных ветвей, есть еще некое вытянутое образование. Астрономы называют его бар. Ну, бар, понятно, с английского. Пересекающий центральную область галактики. Возможно, да. Возможно, он есть. На этом много указаний. И вот это, пожалуй, наиболее точный на сегодняшний день портрет нашей звездной системы, но все-таки условный. Все-таки он может измениться еще через некоторое время, потому что, скажем, 10 лет назад он был совсем другим. Мы иначе себе представляли структуру нашей галактики. Но на сегодняшний день представляем ее вот так. Солнце на этом портрете вот тут вот будет расположено. То есть мы, ну, не на периферии, конечно, но отнюдь не в центре. И слава богу, что не в центре, потому что тут спокойная область в галактическом диске, а там плотность звезд велика и часто вспыхивают сверхновые. В общем, туда лучше не ходить. Мы живем в хорошем, спокойном, достаточно интересном месте нашей звездной системы. Так, ну, еще минут 35 у нас есть. Теперь подумаем о том, как движутся объекты в галактическом диске. Мы понимаем, что раз эта структура плоская, значит, она вращается. Действительно, вращение достаточно легко изучать. И наше Солнце движется по орбите вокруг галактического диска, совершая один оборот примерно за 200 миллионов лет. И другие звезды тоже летают по орбитам, похожим на солнечные. Мы измерили скорости движения всех звезд и построили график, на котором отложена зависимость скорости, орбитальной скорости звезд от их расстояния от центра галактики в килопарсеках. И вот какая странная картина перед нами. Это ошибки измерений на периферии галактики, они весьма велики. Грубо говоря, все звезды от центра до периферии, вот здесь положение Солнца, движутся с одинаковыми орбитальными скоростями, около 200-200-220 километров в секунду. Это странно. Это странно вот почему. Вещество, как мы видим на фотографиях, в основном сосредоточено в центральной области галактики. Там основная звездная группировка. К периферии количество звезд, их плотность пространственная падает. Следовало бы ожидать, если бы вся масса нашей галактики была сосредоточена в звездах, что наибольшая скорость будет там, где наибольшая плотность, масса. А с уходом на периферию галактики скорость движения звезд по орбитам должна падать. Так же, как в Солнечной системе. У нас вся масса, ну практически вся, в Солнце сосредоточена. Планеты бегают вокруг Солнца по орбитам. И чем дальше планета от Солнца, тем с меньшей скоростью она движется, потому что притяжение меньше. Но мы этого не видим. На самом деле наблюдения нам показывают, что скорость звезд даже за пределом этой картинки, даже там, где их почти нет, случайно там одну, две, десять звезд можно найти, все равно остается постоянной. Это говорит о том, что даже на периферии галактики есть вещество, хотя мы его не видим. Это открытие сравнительно недавних десятилетий, где-то к восьмидесятому году оно было окончательно осознанно, и это стало большой проблемой. То есть... Да. Можно сказать, что это линейная скорость? Линейная, орбитальная скорость. Ну, скорость... Нет, нет, нет. Напишите формулу для первой космической скорости. Скорость равна gm, деленная на r. Ну, квадрат скорости. gm, деленная на r. Если основная масса сосредоточена в центральной области, то только с увеличением r мы будем видеть изменение скорости. Как единица на радиус будет падать, гиперболический, грубо говоря, закон, будет падать орбитальная скорость. Первая космическая скорость кругового движения вокруг источника массы. Вот это ожидаемая модель, а это реальные наблюдения. Они говорят о том, что в области, ограниченной конкретным расстоянием, масса больше, чем мы ожидаем из наблюдаемого количества звезд. Это понятно? Понятно. Спасибо. Вот так условно мы сегодня представляем галактику. То ее звездное тело, которое мы привыкли считать галактикой, вот где-то здесь солнышко, вот это все, что мы видим на оптических фотографиях, это лишь малая центральная часть той огромной области, размером примерно в 100 килопарсек, вот это Магеллановые облака нарисованы, в которой гигантская масса сосредоточена, но она не светится. Тут она условно вот в виде этого пуха нарисована. Что это за вещество, которое явно гравитирует, явно притягивает к себе объекты, но никак не проявляет себя ни в каком диапазоне излучения и не поглощает никакие виды излучения, а остается совершенно незамеченным, до сих пор уже больше 30 лет мы знаем об его существовании, это вещество загадка. Это большая область, обычно называется короной галактики или темным галогалактики. Оно действительно огромное, в нем примерно 75% массы вообще полной, 25% здесь в виде звезд и газа и 75%, может быть, 80% в виде невидимого вещества, в форме невидимого вещества. Это так называемая докметр или темная материя, ну, мне этот термин не нравится, материя это философская категория, темное вещество неизвестной природы. Физики не могут нам сказать, что это такое. Гравитация есть, а никаких других физических взаимодействий, ни со светом, ни с частицами космического, другого космического вещества, это темное вещество не демонстрирует. Физики пытаются найти это вещество. Если оно есть здесь, значит оно есть и внутри галактики, значит оно и вблизи Солнца, и сейчас в этой аудитории тоже есть. Но схватить его физическим прибором мы пока не можем. Время от времени появляются сообщения о том, что физики нащупали частицы этого вещества. Они уверены, что это элементарные частицы, неизвестные пока природы, слабо взаимодействующие с нашим обычным барионовым веществом. Но это может быть и что-то иное. Это может быть, грубо говоря, кирпичи. Такие маленькие темные объекты, никак не проявляющиеся, кроме гравитации. Одним словом, пока это загадка, это замечательная перспектива для астрофизики, понять, что это за вещество. Теперь об эволюции нашей галактики. Мы уже немного поговорили о том, как газ превращается в звезды, как звезды, родившись, начинают влиять на этот газ. Теперь подумаем о том, а как сама вот эта группа новорожденных звезд эволюционирует? Как происходит жизнь новорожденного звездного скопления? Вот родилось несколько десятков или сотен звезд в одном месте. Они притягивают друг друга, они тут как-то движутся. Кстати, возможно, вы узнали, это маленькое звездное скопление. Узнали? Нет? Плеяды или стажары. На зимнем небе их легко невооруженным глазом. Различить вот эти пять звезд видны невооруженным глазом, остальное в телескоп. Ну, а хороший телескоп еще и газ показывает вокруг них. Так вот, как происходит жизнь этих взаимодействующих, хаотически движущихся в этой области пространства нескольких десятков или сотен звезд? Казалось бы, это вечная структура, но ничего вечного в природе нет. Дело в том, что сближаясь время от времени и пролетая рядом друг с другом, звезды влияют друг на друга в гравитации. Немножко изменяют скорости друг друга. Так же точно, как молекулы в этой аудитории, сталкиваясь, тоже изменяют скорости. И, как утверждает статистическая физика, в такой взаимодействующей системе частиц их энергии и скорости движения должны принять стационарное распределение, так называемое Максвеллова распределение. Количество частиц по скорости движения должно принять такую форму, где есть основная масса частиц с характерной скоростью, но есть и медленно, и быстро движущиеся частицы в силу случайных соударений, случайных взаимодействий. Одни теряют скорость, другие приобретают. В этой аудитории сейчас есть и медленно движущиеся атомы, и с характерной скоростью, ну, порядка 300 метров в секунду, это вот сейчас скорость движения атомов, молекул в этой аудитории. Есть и быстро движущиеся, их немного, но они есть, стремительно летающие сейчас по аудитории. Но куда они отсюда могут деться? Мы ограничены стенками этой комнаты, и молекулы отсюда не могут вылететь. Однако, если вы берете систему открытую, ну, например, стакан, наполненный водой, то молекулы воды там тоже хаотически движутся, и время от времени, поскольку стакан открыт, покидают его, и уровень воды в стакане понижается. Мы это знаем, вода высыхает. Звездная система открыта со всех сторон. Это стакан без стенок. И взаимодействие звезд там хаотическое приводит к тому, что звезды, случайно получившие скорость больше некоторой критической, ну, второй космической скорости, они просто выпрыгивают из этой группы и уже не возвращаются, уходят в галактическую даль. Таким образом, любое звездное скопление постепенно, можно сказать, испаряется. Но это не научный термин. Астрономы говорят, диссипация происходит звездных скоплений. Время от времени звезды их покидают. Так что любое скопление ограничено в сроке своей жизни. Оно живет несколько... Ну, обычно вот такие небольшие скопления живут 100 миллионов, 200 миллионов лет и распадаются, теряют своих членов. Ну, а такие гигантские, как я вам показывал, шаровые скопления, состоящие из миллионов звезд, они достаточно устойчивы. Общая гравитация довольно надежно держит там отдельные члены, но, тем не менее, они постепенно тоже уходят. А какова судьба, вернемся сюда, тех звезд, что случайно замедлили свое движение? Пока мы говорили о быстрых, улетающих, а эти замедлившие, очевидно, они под действием тяготения опускаются к центру системы. Таким образом, быстрые звезды уходят на периферию, либо вообще в галактику, а замедлившиеся опускаются вниз. И структура звездного скопления с возрастом его меняется, оно становится более центрально-концентрированным, выделяется ядро. Вот более старое шаровое скопление, и мы видим разреженное периферие и настолько плотная центральная часть, что телескоп не смог там различить звезды по отдельности, он просто показал нам эту кучу сливающихся светил, но, конечно, они там не бок о бок находятся, просто атмосфера не позволяет нам, наша земная атмосфера, различить тут звезды по отдельности. Но мы чувствуем, насколько велика там их пространственная плотность. В таких старых скоплениях звезды иногда физически сталкиваются, просто лоб в лоб. Это довольно интересный процесс, но он не часто происходит. А где находятся молодые звезды и как вообще галактический диск себя ведет? Наш диск мы не видим, но мы можем сфотографировать соседнюю галактику, это совсем рядом с нами находится, близкая галактика Мессе 51, созвездие гонщих псов. Это ее оптический портрет. И здесь мы видим область локализации недавно сформировавшихся звезд. Они горячие и яркие, поэтому спиральные рукава наполнены ими и четко выделяются. А это радиопортрет той же галактики в линии излучения молекулы СО, угарного газа. Эта молекула довольно распространена в космосе, ярко излучает, поэтому радиотелескоп ее замечает. И мы видим, что там же в спиральных рукавах сосредоточена холодная молекулярная компонента межзвездной среды. Это, естественно, где холодные облака, там же и новорожденные звезды. И они тут, эти звезды, взаимодействуют с этим газом, пытаясь его разрушить, хотя сами недавно из него родились. Посмотрим на другую галактику, Сребра, и она нам тоже продемонстрирует очень интересное явление. Нагревая газ, звезды пытаются вытолкнуть его из галактического диска. Ну, куда деться горячему газу? Он пытается расшириться, но расширяться в плоскости диска ему мешают другие газовые облака, а выпрыгивать вверх и вниз, ну, это вверх и это тоже вверх, оба направления, они в смысле направления гравитации, сила тяжести действует так и так, значит, здесь вверх и здесь вверх выпрыгивает газ. Вот мы видим такие газовые струи, ну, конечно, тут они пылевыми прожилками обрисованы, но это потоки газа. Мы их называем галактические фонтаны. Газ, нагретый новорожденными звездами, подпрыгивает над плоскостью галактики, некоторое время проводит над ней в галактическом гало, но постепенно остывает, и, конечно, в результате почти весь газ возвращается, падает обратно на галактический диск, остывает, из него формируются облака, рождаются звезды, нагревают газ, снова выбрасывают его над галактическим диском. Диск галактики как бы кипит все время. Вот примерно так мы себе представляем жизнь галактического диска. Часть вещества подбрасывается, потом остывает, возвращается обратно в виде фонтанов галактических, а из далекой межгалактической области на галактику падают остатки того древнего газа, из которого когда-то, очень давно, сформировалась сама галактика. Еще некоторое количество этого газа осталось там далеко-далеко, и он постепенно тоже охлаждается, и последние его капли падают на диск нашей звездной системы. Но он тоже в конце концов становится звездами. Если посмотреть на небосвод радиотелескопом, то кроме полосы Млечного пути, ну это оптический снимок, а вот это вот радио, мы увидим странное образование. Вот большое Магелланово облако, вот малое Магелланово облако, а за ними по небу тянется длинный хвост. И даже впереди немножко такой головной поток, но в основном за ними тянется. Этот хвост образован газом, потерянным нашими спутниками, большим и малым Магеллановыми облаками. Они обращаются вокруг центра нашей галактики, постепенно приближаясь к нему, и в конце концов упадут на нашу галактику, и теряют свое вещество в виде не только газ, но звезды с трудом тут различаются, а газ радиотелескоп легко видит. Таким образом, спутники галактик постепенно на них падают, в данном случае на нас падают. Но другие галактики этой же особенностью обладают. Вот соседняя звездная система, плашмя наблюдаемая, и мы видим поток, в данном случае это звезды, скорее всего, это какой-то спутник в процессе своего приближения к центру галактики, так сказать, размазался, потерял свою идентичность, растекся по орбите, как комета теряет вещество, пролетая мимо Солнца. Так же и галактика маленькая, спутниковая, теряет свое вещество, приближаясь к центру большой массивной галактики. То есть это процесс всеобщий, и он получил название «галактический каннибализм». Ну, такое людоедство галактическое. То есть большая галактика постепенно съедает своих меньших собратьев, своих спутников. Вокруг нашей звездной системы сегодня насчитано около 40 небольших спутников. Самые крупные из них — это Магеллановы облака. Вероятно, в прошлом было больше, а в будущем станет меньше. Мы их постепенно съедаем, и они входят в состав нашей звездной системы. Вот так мы представляем... Это рисунок, конечно. Так мы представляем сегодня диск нашей галактики, обрамленный вот этими звездными потоками, оставшимися от разрушившихся спутниковых галактик. Некоторое время эти потоки сохраняют свою идентичность, но в конце концов расплываются, и заметить их в пространстве становится невозможно. Но очень важно проследить за формой этих потоков. Почему? Мы не знаем, как распределено невидимое темное вещество вокруг нашей галактики. Нам бы хотелось знать, это сферическое гало, или у нее есть какая-то форма, ну, например, эллипсоидальная. Мы не видим этого вещества, прямо мы не можем изучить его распределение в пространстве, но его гравитационное поле мы можем почувствовать. Если гало нашей галактики сферическое, то разрушившийся спутник, ну, точнее говоря, его остатки, будут двигаться по эллиптической орбите, сохраняя форму эллипса, вот такое долгое время почти неизменной. Если же форма нашего гало более сложная, двухосный эллипсоид, трехосный эллипсоид, то и орбиты частиц будут более сложными и уже не замкнутыми. И как раз изучая вот эти вот хвосты и потоки звездные, оставшиеся от разрушившихся спутников, мы сейчас выясняем, это вот работа нынешних лет, ей заняты многие астрономы, выясняем, как распределено невидимое вещество, темная материя, на периферии нашей галактики. Последнее, что нас сегодня заинтересует, это жизнь галактического ядра. Млечный путь, центр галактики. В данном случае, вот на этой иллюстрации, показан портрет нашей, вообще всего небосвода, нашей звездной системы в частности, в гамма-излучении, в очень жестком, крайне энергичном диапазоне спектра, гамма-лучи рождаются только в очень горячем газе, либо в каких-то нетепловых процессах, при столкновении, при ускорении частиц. Несколько лет назад на орбиту был выведен специальный гамма-телескоп, обсерватория Ферми, и к сегодняшнему дню она нам показала, как выглядит небосвод в гамма-лучах. Ну, мы, конечно, узнали Млечный путь, плоскость нашей галактики, но с удивлением обнаружили вот эти вот две структуры. Над галактическим ядром поднимаются две очень горячих области, заполненных газом при температуре в несколько десятков миллионов кельвинов. Где же тот источник энергии, который создал эти гигантские каверны, заполненные сверхгорячим газом? Ну, очевидно, он где-то в центре. Сегодня мы вот так представляем себе эту картину. В центре галактики, вероятно, недавно, ну, относительно недавно, несколько миллионов лет назад, это недавно, работал какой-то мощный источник энергии, который накачал сверхгорячий газ вот в эти два бабла, в эти две каверны. Сегодня они постепенно остывают. Источник энергии отключился. Мы не видим здесь никакого буйного процесса. Но, очевидно, он был. И с чем мы его можем связать? Ну, это небольшая загадка. В ядре нашей галактики есть сверхмассивная черная дыра. Сомнений в этом уже не осталось. Ее присутствие обнаруживается по многим фактам, теперь еще и по наличию вот этих вот гигантских горячих каверн. Сегодня черная дыра ведет себя спокойно. Она почти, или ее окрестности, почти не излучают энергии. Но это только потому, что рядом с ней нет вещества, которое она могла бы поглощать. Но, вероятно, несколько миллионов лет назад это вещество было, оно стремительно падало на черную дыру, разогревалось до очень высоких температур, и было источником мощного гамма-излучения и таких джетов, которые тут вот нагревали и возбуждали свечение газа. Сегодня на некоторое время черная дыра успокоилась. Но, очевидно, так долго продолжаться не может, потому что к центру галактики всегда что-нибудь падает. Именно в 2013 году, в наше с вами время, вблизи черной дыры пролетает сравнительно небольшое межзвездное облако. В середине лета нынешнего года оно должно встретиться с черной дырой. Посмотрим, к чему это приведет. Возможно, она активизируется, она начнет поглощать часть вещества этого облака, и в центре нашей галактики снова вспыхнет мощный источник излучения, гамма-лучей, космических частиц. То есть активное, наше ядро нашей галактики на время станет вновь активным. У нас осталась одна, мы будем говорить о космологии, о крупномасштабной структуре Вселенной. Мы говорили о галактике, о нашей звездной системе, в которой живет Солнце с планетами, в которой кроме Солнца находится еще примерно 200 миллиардов более или менее похожих на Солнце звезд. И все это оформлено вот в такую вращающуюся, достаточно плоскую, с красивым спиральным рисунком на этой плоскости, на галактическом диске, систему. По крайней мере, так мы ее представляем. Может быть, в каких-то деталях мы заблуждаемся, поскольку нашу галактику, сидя внутри нее, довольно трудно исследовать и понять ее структуру. Нам мешает межзвездная пыль, поглощающая свет далеких звезд. Нам просто мешает наше положение внутри этой системы. Но мы смотрим за ее пределы и ищем подобные звездные системы, находящиеся в других уголках Вселенной. Давайте поговорим о том, как выглядят другие звездные системы, галактики. Морфология, то есть внешний вид. Насколько можно классифицировать галактики и можно ли понять происхождение их внешнего вида. Начнем с того, что и это тоже достаточно трудно. Дело в том, что мы сидим внутри галактики. И тот фон, который на небе, в любой его точке, виден нам, это часть нашей собственной звездной системы. И сквозь нее нам приходится рассматривать другие звездные системы. Ну, в данном случае у нас ближайшая галактика, подобная нашей, это знаменитая туманность Андромеды или Месье 31 по каталогам. И, конечно, никогда Луна рядом с ней не бывает, просто путь Луны не проходит рядом с этой галактикой. Но я специально впечатал его в том же масштабе, как видна туманность Андромеды на небе. Если бы она была действительно такой яркой, что наш глаз способен был бы схватить ее на фоне ночного неба, увидеть, зафиксировать, то представляете, какое было бы зрелище и как просто ее было бы изучать, даже без телескопа. Ведь Луну мы видим достаточно хорошо, различаем моря на ней без телескопа, а в бинокль вообще замечательно. Но, к сожалению, глаз не может заметить слабый контраст при переходе от областей нашей собственной звездной системы к такой же соседней, поскольку всего лишь вдвое увеличивается поверхностная яркость, причем это сильно зависит от расстояния. Если среди вас есть любители астрономии, я надеюсь, что они есть, то, может быть, на весеннем небе вы когда-нибудь замечали туманность Андромеды, и тогда ваш глаз схватывал маленькое бледно светящееся пятнышко на небе. Глаз человека может заметить только яркое ядро этой звездной системы. А периферию, слабо светящуюся, к сожалению, не мы, не простые телескопы не способны увидеть, и только специальные методы усиления контраста выявляют нам далекие от центров слабо светящиеся области других галактик. Так обстоит дело даже с ближайшей к нам. Можете представить, как сложно изучать галактики далекие, закрытые более плотными веществами, областями межзвездного вещества. Это действительно нелегкая задача для астрономов, поэтому мир галактик стали изучать сравнительно недавно. Если мир звезд открылся, ну, скажем, уже первому телескопу Галилея, и в течение трех-четырех столетий астрономы без труда изучали звезды, то к изучению галактик приступили только с созданием очень крупных телескопов, способных собрать много света, много слабого света от слабо светящихся, далеких галактик. Человек, который первым увидел структуру других галактик, был Лорд Рос из Шотландии. Он сделал очень крупный телескоп в середине XIX века, и глазом, тогда еще не существовало фотографической техники, увидел странную, красивую, правильную спиральную структуру на месте одной из слабо светящихся туманностей. И тогда зародилось предположение о том, что не только наша звездная система существует, но рядом с нами есть и другие, столь же красиво организованные звездные системы. Сегодня мы фотографируем эту галактику, она сравнительно недалека от нас, и видим более детальную ее структуру, но это уже преимущество современной техники. И что мы видим? Мы видим спираль. То, что мы ожидаем увидеть на диске нашей галактики, мы видим и на диске соседней галактики. То есть спиральная структура это не уникальное свойство нашей звездной системы, а рядом с нами есть точно такие же. Значит, это целый класс звездных систем. И тут тоже сотни миллиардов звезд организованы в сравнительно правильную, красивую, вращающуюся вокруг общего центра структуру. Не всегда спиральная галактика развернута к нам так, чтобы нам удобно было ее наблюдать. Ну вот, например, перед нами очевидно плоская система, дисковая, и какое-то подобие, намек на спиральную структуру мы уже замечаем. Но, конечно, разглядывая так с ребра звездную систему, трудно ее внешний вид восстановить. Но она не одна. Мы продолжаем поиски и видим уже более развернутые к нам дисковые галактики. Это та же туманность Андромеды, просто более качественный снимок. И здесь уже видно и плотное ядро, и обрамляющие его спиральные ветви, и присутствие темного поглощающего пылевого вещества, которое экранирует свет лежащих за ним звезд. Ну и дальнейшие наши поиски приводят нас к плоским, к развернутым лицом в нашу сторону спиральным галактикам. Их изучать, конечно, наиболее просто, потому что то межзвездное вещество, которое, скажем, в этом случае экранировало, а в этом просто полностью затмевало для нас лежащие за ним области диска, в галактике развернутые плашмя практически не мешают нам наблюдать эту систему. Итак, мы выяснили, что кроме нашей спиральной есть еще большая группа, целый тип подобных ей спиральных звездных систем. Но все ли они таковы? Конечно, нет. Например, есть спирали особого типа. Обратите внимание сначала на это. Откуда начинаются спиральные ветви? Практически из самого центра они выходят. Можно проследить их буквально до ядра галактики, и вот они раскручиваются на периферию. Но иногда нам встречаются спирали иного типа, у которых центр как бы пересечен, такой по-английски называемый это бар, перекладина, как хотите. Ну, в общем, пересечен некой плотной звездной структурой, и спиральные ветви начинаются не из центра, а из концов этого бара. Иногда бар по размеру занимает треть или даже половину звездного диска, и мы понимаем, что это некая подгруппа, некая самостоятельная, самостоятельный тип спиральных галактик. Теории приходится объяснять и тот, и другой тип. Почему на диске одних галактик возникает спиральный рисунок, идущий от центра, а на диске других вот такая перекладина, и от ее концов разворачиваются спирали. Ну, сегодня можно сказать, что эта проблема решена, хотя я в деталях не буду вам об этом рассказывать, но и то, и другое связано с волнами плотности, волнами, подобными волне на поверхности жидкости или звуковой волне, которая сейчас по этой аудитории бегает от моего голоса. Одним словом, это не материальное произведение, в котором звезды рождаются, живут и умирают, не покидая вот этого уплотнения. Нет, это волна, которая пробегает по диску галактики, в некоторых местах уплотняет звезды и газ, потом разряжает. Ну, вы представляете себе волнообразное движение. Среда остается неподвижной, а только регулярно изменяет свои свойства. Как вода остается в озере неподвижной, хотя по ее поверхности бегут волны. Они преобразуют поверхность, но не сдвигают ее частицы. По крайней мере, не сильно сдвигают. В каком-то смысле это тоже спирали, но спирали с баром. Вы обратите внимание, это номер галактики по каталогу Месье, а это английская аббревиатура Spiral Bar, то есть некое уже подобие классификации. Но мы еще продолжим поиски других галактик. Вот, нашли. Обратите внимание на эту небольшую звездную систему, относительно небольшую. В ней порядка миллиарда звезд, но как они организованы? Мы здесь не видим ни диска, ни какого-либо рисунка. Единственный элемент структуры – это градиент плотности, перепад плотности от центра к периферии. Довольно четко выражено ядро плотное, и затем во все стороны уменьшается плотность звезд пространственная. И в целом форма галактики напоминает, ну что она вам напоминает, дыню, огурец, а математикам – эллипсоид. И действительно, такие галактики называют эллиптическими или эллипсоидальными. Конечно, мы видим в проекции на небо эллипс, но понимаем, что это не плоская система, что это просто эллипсоид, трехмерное произведение природы, но в проекции у нее форма эллипса. Значит, эллипсоид. Эллиптических галактик так же много, как и спиральных, и они столь же… Нет, пожалуй, более даже разнообразны. Среди спиралей мы не встречаем большого диапазона масс, большого диапазона размеров, а вот среди эллиптических систем диапазон гигантский. Эта галактика содержит примерно миллиард звезд, а вот эта, которая сейчас перед вами, содержит более триллиона, то есть тысячи миллиардов звезд. И соответствующий размер имеет огромный, в десятки раз больше предыдущей галактики, и в несколько раз больше нашей системы. Плотность звезд здесь такова в центре, что на фотографии это невозможно было отобразить. Не хватает динамического диапазона фотографии, чтобы… Ну, фотографы знают. Избыток цвета, передержка в центре. Там просто все залито звездным светом. На периферии плотность звезд спадает, и вы можете подумать, что вот эти яркие точки, ну, лучше вот этой указкой, вот эти яркие точки – это индивидуальные звезды. Ничего подобного. Это не звезды. Это огромные звездные скопления. Я вам показывал их на одной из предыдущих лекций, шаровые звездные скопления, в каждом из которых порядка миллиона звезд. То есть вот эти микроскопические уплотнения – это по нескольку миллионов звезд. Ну, тут, я думаю, порядка 10 миллионов звезд, тут 3-4 миллиона звезд. Но рядом со своей материнской, гигантской эллиптической галактикой они кажутся достаточно невзрачными. Итак, это у нас уже второй тип звездных систем – бесструктурные, организованные весьма примитивно, просто уплотняющиеся к центру эллиптические системы. Впервые простейшую классификацию галактик предложил Эдвин Хаббл. Его имя вам знакомо. Мы сегодня еще вспомним о другом его замечательном открытии, открытии расширения Вселенной. Но прежде, изучая галактики, он обратил внимание на то, что они, грубо говоря, распадаются на два типа – спиральные и эллиптические. И чтобы как-то простую классификацию изобразить на листе бумаги, он в своей книге, выпущенной в 1925 году, предложил вот такую схему, в которую укладываются и эллиптические, и спиральные галактики, причем спиральные распадаются на два рукава. Нормальные спирали, у которых рисунок спиральный начинается из центра, и спирали с баром, у которых от концов бара начинает раскручиваться спираль. В месте соединения этих двух, ну или трех, можно сказать, последовательностей находятся галактики типа С0. Никто не знает, почему Хаббл именно так назвал этот тип. Это некий конгломерат эллиптической и спиральной системы. То есть у нее есть диск и очень большое, ярко выраженное эллиптическое тело – гало. Или, ну, назовем его гало – сферическая составляющая. Вот такая похожая на вилку или на камертон схема с тех пор получила название камертон Хаббла. Она чрезвычайно примитивна. Современные исследователи, профессиональные исследователи, конечно, ей не удовлетворяются и более детальную классификацию используют, но для любителей астрономии, для популяризации науки, для людей, не связанных с астрономией, тесно – это хорошая, удобная схема классификации всех галактик во Вселенной. Эллиптические различаются по форме от совершенно круглых до довольно сильно сжатых эллипсов. И число, стоящее рядом с буквой И, ну, эллиптикл, как раз и указывает на степень сжатия. Спиральные также различаются по степени, как мы говорим, закрутки рукавов. Вот тут рукава плотно навиваются на центр галактики, а здесь они сразу уходят на периферию. Такие разбросанные, неплотно навитые рукава. Ну, соответственно, эта последовательность также представлена. И к букве С, спайрл, предлагается вторая. А, Б, С, в зависимости от плотности спирального узора. И здесь к буквам спайрл бар тоже А, Б, С, в зависимости от плотности закрутки спиральных рукавов. Эта классификация каббла до сих пор среди некрутых профессионалов весьма популярна. Сегодня ее представляют на разных схемах, куда впечатывают реальные изображения галактик или вырисовывают более или менее похожие на правдоподобные, похожие на реальные. Но по мере изучения мира галактик, конечно, всегда выясняется, что такие простые классификации не полны, что всегда находятся объекты, не укладывающиеся ни в один из этих простейших типов. Ну, например, посмотрите вот на эту систему. Это звездная система, в ней много звезд, много межзвездного вещества. К какому бы типу вы ее отнесли? Но это явно не эллиптическая система. И в то же время спирального, очевидного спирального узора на ней, да и диска самого как-то так не просматривается. Какой-то рваный, клочковатый вид она имеет. Мы бы сказали неправильный. И Хаббл тоже самое сказал. Неправильная. Ирегуляр. И назвал их ирегулярными, то есть неправильными системами. И придумал для них мусорную корзину. И вот здесь сюда стал сбрасывать все ирегулярные галактики, которые не укладываются в эти простые эллипсоидальные или спиральные узоры. Действительно оказалось, что это в каком-то смысле мусорная корзина, потому что там самые разнообразные системы оказались. И большие, и маленькие, и молодые, и старые. Чуть попозже мы к этому вернемся. Но в целом классификация не так уж плоха. В какой галактике живем мы? Где наше место на диаграмме Хаббла? Мы живем, как мы сегодня представляем. Это, конечно, еще, скажем, 15 лет назад было не так. И вполне может измениться еще лет через 10-15. Но сегодня мы представляем нашу систему как плоский диск. От этого уже никуда не уйдешь, потому что Млечный путь на нашем небе явно указывает на плоскость галактики. Спиральный узор плохо представляем, но более или менее, видите, тут неоднозначность. То ли СБ, то ли СЦ, ну, что-то среднее написали. То есть, где-то вот между этими двумя или этими двумя типами. А все-таки этими или этими? То есть, есть бар или нет бара в нашей галактике? Полной уверенности нет, поэтому буквочку Б поставили в скобки пока. То есть, есть намек, но намек этот еще нужно будет подтверждать дальнейшими наблюдениями. Итак, мы живем, видимо, в барообразной спиральной галактике, ну, с не очень туго закрученным спиральным узором. Среди спиралей таких большинство. Вообще говоря, внешний вид галактики довольно сильно зависит от того, в каких лучах, в каком диапазоне спектра мы на нее смотрим. Вот перед нами любимая туманность Андромеды, сфотографированная в оптическом диапазоне. Ну, обычный снимок, обычный цветной снимок. Выглядит она так. Но мы берем другой прибор и фотографируем ее в ультрафиолетовых лучах. Это, конечно, можно сделать только с помощью космического телескопа, потому что ультрафиолет не проходит сквозь земную атмосферу. Но теперь космических телескопов достаточно много. Вот сравните эти портреты. Что-то общее есть, но в общем и достаточно велико различие между этими снимками. Но это только оптика и ультрафиолет, а ведь есть еще и другие диапазоны спектра. Ну, например, инфракрасный тепловой диапазон. Теперь это возможно. Вот два портрета туманности Андромеды в ближнем и дальнем инфракрасных диапазонах. Ближний это печка какая-нибудь горячая излучает с температурой нескольких сотен градусов. А дальний инфракрасный диапазон это то, что мы с вами или еще холодильник наш, морозилка, например, нашего холодильника излучает. То есть ниже нуля или около нуля. Как видите, тоже есть некое сходство с оптическим и ультрафиолетовым портретами, но и различия тоже велико. Например, здесь яркое ядро, а здесь практически нет ядра. Таким образом, классификация тоже будет зависеть от того, в каком диапазоне спектра мы изучаем мир галактик. Ну, нельзя сказать, что пока еще достаточно много накоплено данных о других звездных системах во всех диапазонах спектра. Астрономы недавно вышли в космос, недавно получили в свое распоряжение ультрафиолетовые и инфракрасные телескопы. Работает только начинается. Так что классификация пока, конечно, оптическая проводится. Все равно мы узнаем в любом диапазоне спектра мы узнаем тот объект, который перед нами. Ну, можно это сравнить вот с такой фотографией. Это тоже тепловая инфракрасная фотография двух объектов. Этот вы наверняка узнали, хотя немножко непривычный вид. Можете подумать, почему именно такой вид, почему наиболее холодная часть здесь, а наиболее горячая часть этого организма вот в этих трех местах. Я думаю, биологи уже догадались, да? Сквозь эти три отверстия мы смотрим практически в мозг животного. Ну, а это специфическое место, которое говорит о здоровье этого животного. Ну, и вот вторая фотография. Тут немножко сложнее узнать объект, но вы, наверное, тоже догадались, что это человек. Наиболее яркое место это вот здесь, у него в руках это спичка. Оба эти портреты инфракрасные, и оба они недостаточно четкие, особенно вот этот. К сожалению, это особенность любой вообще длинноволновой техники. до сих пор у нас нет четко изображающих телескопов в инфракрасном диапазоне. И это проблема, которую мы постепенно решаем. Ну, и, наконец, изумительные галактики. Вот перед нами звездная система. Что это такое? К какому типу ее отнести? Ну, если посмотреть на центральную часть, что-то похожее на круглую или псоидальную систему. Здесь какой-то намек на спиральный узор, но тоже очевидных спиралей мы не видим. В общем, странный конгломерат. Более того, сквозь него, где-то там вдали космической видна еще одна галактика приблизительно такого же типа, с ярким ядром и окружающим ее ободом, таким рингом, кольцом. Такие системы, подобные системы, не укладывающиеся, имеющие структуру, явную структуру, это не регуляр, это структурированная, четкая, как будто бы на токарном станке изготовленная галактика, но не спиральная и не эллиптическая. Такие структуры редко случаются. Астрономы их откладывали в отдельный пакет, который постепенно накопился, и надо было как-то объяснить его происхождение, существование таких странных систем. Их называют пекулярными, peculiar, необычный. И таких пекулярных галактик постепенно накопилось достаточно много. И стало ясно, что пекулярность, необычность формы, редкая форма, как правило, сопутствует соседствующим галактикам. Вот перед нами группа, где, ну, тут спираль намечается, а вот это что за конгломерат такой? Это непонятное существо. Ну, эта галактика случайная, она ближе к нам, а вот эта группа явно взаимодействующих, близко расположенных в пространстве систем. И где-то в середине, в конце 50-х годов астрономам пришло понимание, что простые формы у звездных систем могут быть только в том случае, если это одиночные, отдельные, отдельно живущие звездные системы. А если они находятся в близком соседстве или даже в контакте, то своей гравитацией они так сильно могут возмутить, исказить форму соседа, что уже ни в какую простую классификацию это не укладывается. Человек, который впервые привел это дело в достаточно понятный вид, это профессор МГУ, его уже нет, Борис Александрович Воронцов-Велиминов, он работал у нас в астрономическом институте Штернберга, был профессором физического факультета, и он первый создал очень детальную классификацию галактик по их форме, то есть морфологическую. Вот одна из тысяч-тысяч страничек его каталога, где для каждой системы обрисованы ее характерные части, и с помощью буквенной номинации описана форма, наличие ядра, спиралей, кольца и так далее. То есть у профессионалов сегодня это начало шестидесятых, а к сегодняшнему дню, конечно, разнообразие галактик выяснилось колоссальное, и номенклатура очень разнообразна. Ну, итак, мы с вами пришли к пониманию того, что галактики живут, как правило, не поодиночке, а иногда образуют группы соседствующих. Давайте посмотрим, а мы с вами в какой звездной системе живем, в одиночной или в члене какой-то более обширной группы. Вот перед нами схема. Это то, что мы обычно называем галактикой. Ну, Милки-Уэй, Млечный Путь, вот наш диск звездный. Оказывается, вокруг него обращается примерно полсотни спутников, то есть мелких галактик, полностью подчиненных гравитации вот этой нашей очень массивной системы и вокруг нее совершающих свое орбитальное движение. Вот, как видите, масштаб 100 тысяч световых лет и в этой области гравитация нашей галактики доминирует и управляет движением спутников. Ну, о судьбе этих спутников мы с вами одну лекцию тому назад говорили, когда я вам рассказывал о большом и малом Магеллановых облаках. Как правило, они движутся постепенно падая и потом сливаются с нашей большой звездной системой. Но все-таки еще несколько дюжин спутников живет вокруг нашей галактики. Посмотрим в большем масштабе. Вот наша галактика, область, занятая ее спутниками, а рядом с нами приблизительно такая же спиральная система туманности Андромеды. Она чуть более массивна, чем наша галактика, и соответственно имеют больше спутников. И пока мы не уверены, но кажется, среди ее спутников есть небольшая спиральная галактика Мессия 33 или галактика в треугольнике. То есть эта группа не уступает нашей, хотя, конечно, наша изучена полнее, ну просто потому, что все это ближе к нам. А изучать группу туманности Андромеды немножко сложнее, она все-таки удалена почти на 2 миллиона световых лет. Хотя это по современным меркам не очень много, но затрудняет исследование. Вот примерно так можно пространственную структуру нашей, как бы сказать, двойной группы представить. Галактика с ее спутниками и туманность Андромеды с ее спутниками. Друг друга они достаточно сильно притягивают, так, что эта двойная система обращается вокруг общего центра масс, и все это вместе образует то, что мы называем местной группой галактик, local group. Вот этот наш галактический дом, в котором, видимо, в будущем предстоит много миллиардов лет существовать нашей галактике, близлежащим звездам, нашей планете, ну может быть и цивилизации, если она сохранится на миллиарды лет, вот это гравитационно связанные объекты, то есть что бы там во Вселенной не происходило, связь между этими, ну здесь примерно полсотни, здесь примерно полсотни, в общем сотни галактик, видимо, никогда не будет потеряно, они крепко держатся друг за друга, правда, внутренняя эволюция понемногу происходит, Андромеда поглощает своих мелких спутников, наша галактика постепенно поглощает своих близлежащих спутников, и кроме этого, к сожалению, ну, впрочем, не будем об этом сожалеть, кроме этого наблюдается сближение Андромеды и нашей галактики. Еще недавно мы не были уверены в том, чем это закончится. Дело в том, что астрономы хорошо умеют измерять скорости вдоль луча зрения. Мы наводим телескоп на Андромеду, и по эффекту Доплера, можем сказать, приближается она к нам или удаляется. Но еще недавно, буквально лет пять назад, мы не были уверены в том, как она движется перпендикулярно лучу зрения. То есть не знали второй компоненты скорости и не могли полную орбиту вычислить. Сегодня уже можем. Сегодня точность наблюдений такова, что мы смогли узнать и трансверсальную, тангенциальную скорость, радиальную знали давно. И орбита взаимного движения сегодня хорошо известна. И мы можем сказать, как будет происходить развитие событий. Примерно через четыре миллиарда лет эти две системы сблизятся. Мы считаем себя пупом Земли, центром, будем от нас исходить. Андромеда приблизится к нам и пройдет довольно близко, на расстоянии чуть больше, чем Магелланова облака. Пройдет, осуществит пролет, затем еще через два миллиарда лет второй пролет и сольется с нашей звездной системой. Произойдет их объединение. Вместо двух гигантских получится одна гораздо более, вдвое более крупная звездная система. Как-то ей даже название придумали Андро-Вэй или что? В общем, синтезировали из Милки-Вэй и Андромеды одно слово. Слово-то придумать легко. А чем закончится такая глобальная катастрофа? Катастрофа в математическом смысле. Никакой природной катастрофы, тем более в Солнечной системе, это не вызовет. Звезды одной галактики и звезды другой галактики пройдут друг сквозь друга, не замечая этого, не сталкиваясь взаимно. Правда, межзвездные облака, конечно, ощутят сопротивление и сольются, но для звезд и планетных систем это, в общем, ничем не грозит. Просто мы будем жить, так сказать, в объединенной большой галактике. Итак, мы с вами переходим ко все более крупным масштабам. Давайте посмотрим, как организовано пространство за пределами нашей местной группы. Оказывается, таких небольших групп галактик во Вселенной очень много. Куда бы мы ни посмотрели, мы видим две-три крупных системы и несколько десятков спутников у каждой. Вот перед вами типичная группа спираль, спираль, ну это трудно сказать, что может быть тоже небольшая спиральная галактика, эллиптическая системка. И вот таких небольших групп довольно много в космосе. Грубо говоря, все галактики объединены в такие небольшие сравнительно компактные группы, где они иногда довольно тесно взаимодействуют, иногда даже сливаются. Правда, не всегда эти следы взаимодействия видны так уж просто. Вот, например, два изображения, можно сказать, две фотографии, ближайшие к нам группы галактик Месье 81, Месье 82, ну и несколько их мелких спутников. Это оптический снимок, а это радиоизображение. Пока мы смотрим на оптический, нам кажется, что галактики как-то не замечая друг друга живут. Тут сама по себе спираль, тут тоже какая-то плоская системка. Но когда получаем радиопортрет, демонстрирующий нам излучение межзвездного газа, в данном случае водорода, мы видим, что они обмениваются веществом, они обмениваются газом. Видимо, наиболее крупная система передает свое вещество этим маленьким, а может быть наоборот отнимает от них. Пока это еще не ясно, но мы явно видим потоки вещества, соединяющие эти две галактики. В этом веществе еще не рождаются звезды, это еще достаточно холодный, разреженный газ, поэтому в оптике он себя никак не проявляет, а в радиоизлучении он без труда виден. Но кроме небольших бывают и очень крупные группы галактик, состоящие из сотен, тысяч и даже десятков тысяч крупных звездных систем. Ну, вот пример перед нами скопления галактик, которые мы видим в направлении созвездия Геркулес на расстоянии 150 миллионов парсек от Земли, это лишь центральная его часть, а на самом деле обширная группа, тут стены не хватило бы, чтобы все изобразить. Мы видим взаимодействие, видимо, слияние двух галактик, вот они совсем уже поцеловались рядом, оказались очень близко друг от друга. Видим достаточно уединенные системы, не искаженные приливным влиянием соседа, но вообще говоря, плотность звездных систем в таких крупных скоплениях очень велика, и, безусловно, там часто происходят столкновения и слияния. Сами скопления галактик разнообразны по количеству членов, по форме, по морфологическому типу главных членов. Вот вернусь сюда, здесь мы видели в основном спиральные, видите, дискообразные системы. Переходим к другому скоплению в созвездии Персей, видимо, и тут главные члены эллиптические галактики, наиболее массивные, они сидят, как правило, в центре скопления, и почти не осталось у нас сомнений в том, что это благоприобретенное их свойство, что именно потому, что они оказались в центре скопления, это, собственно, конгломерат из слипшихся галактик разных морфологических типов, они огромны, очень велики по массе и по размеру, и мы понимаем, что это просто результат слияния нескольких, неизвестно каких, какими они были, уже никто не вспомнит, а сейчас они объединились в такую кучу, вот, может быть, тут вы замечаете даже следы межзвездного газа, потоки видны, это, вероятно, недавно проглоченный очередной член этого скопления. Переходим к еще большим масштабам и замечаем, что даже скопления галактик в пространстве не случайным образом разбросаны, а образуют еще более грандиозные структуры, вот перед нами мы здесь, вот мы наблюдатели, наша галактика здесь, в масштабе этого рисунка наша галактика просто точка, мы смотрим на расстояние в сотни миллионов парсеков, тут вы, может быть, уже обратили внимание, другая единица измерения, redshift, красное смещение, чуть попозже мы об этом поговорим, сегодня у астрономов как бы два метода измерения расстояний, доплеровское смещение, связанное с движением, с расширением мира, ну и просто линейный масштаб, который можно было бы линейкой или лучом света измерить, так вот, смотрите, это все скопления галактик, и они образуют еще какие-то более грандиозные структуры, ну, назовем их стены, между которыми вполне пустое пространство, то есть есть во Вселенной гигантские пустоты, почти не содержащие галактикой их скоплений, и есть уплотнение огромного размера, сотни миллионов парсек, то есть это масштаб фантастический, и вот одна из задач теоретиков, описывающих эволюцию нашего мира, понять происхождение этой структуры, откуда это все взялось, что послужило толчком к развитию этой структуры, ясно, что, или, скажем так, еще недавно было понятно, что единственная сила, управляющая движением вещества в таких масштабах, это гравитация, взаимное притяжение, но уже сегодня это не так, и чуть попозже мы к этому вернемся. Итак, космология, наука о самых общих свойствах окружающего нас мира. Для космолога, для специалиста, изучающего Вселенную в целом, одна галактика это молекула космоса. космологи вообще не задумываются о структуре отдельных галактик. Для них что спиральная, что эллиптическая, тем более, какие там внутри звезды, планеты, люди на них, это все мелочь совершенно незначительная. Элементарные объекты Вселенной для космолога это галактики, а иногда даже их скопления настолько большими масштабами пространства и времени оперируют люди, изучающие структуру Вселенной. И вновь первое слово в этой работе принадлежит Эдвину Хабблу. Он совершил открытие, которое можно считать одним из двух величайших открытий 20 века. А именно он понял, как движется вещество во всей Вселенной. ему это удалось сделать потому, что скорости движения галактик довольно легко измеримы. Мы уже с вами говорили. Эффект Доплера позволяет нам по положению линий в спектре какой-то далекой галактики, сравнивая их с этими же линиями в спектре лабораторного источника, определить скорость движения вдоль луча зрения. Если объект излучающий удаляется от нас, в данном случае удаляется, линии сдвигаются в длинноволновую, в красную область спектра. Если он приближается, то в голубую. Ну, как выяснилось, во Вселенной все от всего удаляется, поэтому общий термин для этого эффекта все-таки redshift, красное смещение. Это было сравнительно просто определить скорости движения галактик. Что было значительно сложнее, определить их положение в пространстве. Для астрономов все кажется спроектированным на купол звездного неба. На самом-то деле мир трехмерен, и вот измерять далекие расстояния это искусство, которое постепенно накапливается в нашей науке. Ну, насчет эффекта Доплера я уже объяснил. Голубое смещение и красное смещение, если источник приближается или удаляется от наблюдателя, мы это уже поняли. величина, которую оперируют астрономы, это относительный сдвиг спектральной линии, то есть изменение длины волны по отношению к ее собственному значению в лабораторной системе отчета. При скоростях движения несравненно меньших, чем скорость света, очень простая связь между скоростью движения объекта, ну, это скорость света, и смещением спектральных линий. Обычно в популярных книжках этой формулы и ограничиваются, называя это красным смещением, обычно буквы Z обозначают. Но в сообщениях, скажем, интернетных лент или каких-то при чтении книг вы можете встретить такие величины. Была обнаружена галактика, в спектре которой линии смещены, имеют красное смещение 2, 3, 4, 8, 10 сегодня уже. И вы, используя эту простую формулу, можете подумать, что галактика со скоростью в 10 раз больше световой движется. Нет, это не так. Просто такая примитивная формула годится только для малых скоростей. а в специальной теории относительности в механике Эйнштейна есть более сложные формулы, которые показывают, как скорость движения объекта связана с его красным смещением. С приближением к скорости света, к 300 тысячам километров в секунду, красное смещение может быть сколь угодно большим, формально до бесконечности большим. поэтому не удивляйтесь, что есть объекты во Вселенной, у которых линии в спектре смещены в несколько раз. Это не значит, что они движутся со скоростью больше скорости света, но значит, что они почти со скоростью света движутся. И вот что сделал Эдвин Хаббл. Он первый измерил расстояние до нескольких дюжин галактик, не очень далеких от нас, и построил вот оригинальная его картинка, которая знаменует собой величайшее открытие естествознания. По одной оси он отложил расстояние, в парсеках расстояние до галактики, по другой оси скорость. Вы видите, он даже опечатку допустил километры в секунду конечно должна быть скорость, но поскольку я взял эту картинку из его оригинальной работы, то и опечатка здесь тоже присутствует. И оказалось, что эти две величины связаны друг с другом. Чем больше расстояние до галактики, тем в среднем больше скорость ее удаления от нас. А это очень удивило ученых, потому что такое впечатление, что мы находимся в центре какого-то процесса, в центре какой-то системы, от которой во все стороны во Вселенной все разлетается. Но это, конечно, не так. Сейчас мы поймем, почему. Современные наблюдения подтвердили открытие Хаббла. Вот современная диаграмма того же типа расстояния до галактики, скорость галактики. Та область, которую сам Хаббл исследовал, вот она тут, красненькая. Сегодня мы ушли гораздо дальше по расстояниям и значительно большей скорости фиксируем у галактик, но та же линейная зависимость, обнаруженная Хабблом, сохраняется. Чем дальше галактика, или скопление галактики, тем больше скорость ее удаления от нас. Эта простая зависимость носит название закон Хаббла. Простая линейная зависимость. D distance, связанная с V велосити, а это коэффициент связи. H, ну, понятно, в честь Хаббла, фамилия Хабблс букву H пишется. А почему ноль? Потому что в нашу эпоху, когда мы уже рассуждаем о таких больших расстояниях, мы должны понимать, что чем дальше от нас объект, тем в более глубоком прошлом мы его видим. Пока свет дошел от него до нас, прошло немало времени. Сотни миллионов парсеков это более миллиарда лет путешествия светового луча. Поэтому в некотором смысле это взгляд в прошлое. И, скажем, коэффициент найденный по ближайшим членам, ближайшим к нам галактикам может быть одним, а где-то в прошлом он мог быть совсем другим. Чему равен этот коэффициент? Сегодня он равен, сегодня по самым последним измерениям, 72 километра в секунду с удавлением на каждый мегапарсек. Но ведь это замечательный инструмент для измерения расстояний. Если уже мы эту закономерность обнаружили, то теперь мы можем просто измерить скорость далекой галактики и, зная эту зависимость по скорости, определить до нее расстояние. Астрономы чрезвычайно рады такой возможности, измеряя скорости, понимать, на каком расстоянии от нас находится объект. Что же это все-таки означает? Мы в центре какого-то грандиозного взрыва, который разбросал вокруг нас все звездные системы? Конечно, нет. Вот модель, которая помогает понять, что мы не центр, мы рядовая точка в этом процессе расширения системы галактик. Ну, модель вам понятна. Шарик надувается, на нем какие-то там точки галактики, и они по мере увеличения размера шарика удаляются друг от друга. Только отметьте для себя, это двумерная модель, которая должна нам объяснить трехмерный процесс расширения, ну, как говорят, расширения Вселенной, это не очень хорошо, процесс разлета галактик друг от друга. Вы можете представить себя, как маленького тараканчика, который сидит вот тут, ну, вот на одной из галактик, сидит и просто наблюдает за тем, как по мере раздувания шара от него удаляются все соседние точки. Он обнаруживает, что близкие точки удаляются с небольшой скоростью, а более далекий с большой. И он тот же самый закон Хаббла выведет, если будет внимательно наблюдать за этими точками. Так что это двумерная модель. Я мог бы взять не шарик, а плоскую пленку, резиновую, растягивать ее во все стороны, но нам с вами это трудно представить, а шарик все надували в детстве, поэтому знакомая картина как-то лучше ложится на восприятие. Поэтому шарик. Но не надо думать, что где-то там есть центр, у реального шарика есть геометрический центр, а у Вселенной центра нет. Если бы мы сегодня перелетели на другую галактику, ну, скажем, мы сегодня здесь, взяли бы, вот сели на эту галактику и построили бы вот такую зависимость, мы бы то же самое, тот же закон Хаббла увидели. Все от нас удаляются и друг от друга тоже, со скоростями пропорциональными расстояниями. Человек, который впервые математически описал этот процесс, это наш ученый отечественный Александр Александрович Фридман, он работал в Санкт-Петербурге в первые годы до революции 17-го года и несколько лет после революции, к сожалению, очень рано умер от заразной болезни, от ТИФа. И он математически описал это в рамках общей теории относительности Эйнштейна, которая только-только тогда была в 1916 году создана. Но вообще говоря, понять результат можно и без всякой теории относительности. Вот мы сегодня и мы наблюдаем, берем нас и какую-нибудь там галактику и наблюдаем, что она от нас со временем, вот время, вот расстояние, она со временем от нас удаляется. Вот на небольшом участке мы видим, что удаляется. Мы можем попробовать этот процесс в прошлое экстраполировать, посмотреть, а как это все начиналось, и в будущее, а чем это все закончится. И, очевидно, вариантов будет несколько. Та галактика и наша притягиваются друг к другу, то есть тормозят взаимный разлет, так же точно, как мячик подброшенный над Землей постепенно замедляет свой полет, потому что Земля его притягивает. Чем это может кончиться? Если взаимное притяжение велико, то взаимный разлет галактик приостановится, они остановятся, и потом начнут сближаться и в конце концов стукнуться друг об друга. Так же, как мячик, брошенный недостаточно быстро, останавливается и падает обратно на пол. Это вариант. Другой вариант разлет галактик будет продолжаться вечно, но скорость будет постепенно уменьшаться, куда ей деться, торможение-то есть, и в конце, там, в бесконечном времени, разлет практически прекратится, скорости снизится до нуля. На языке небесной механики это называется параболическое решение. Так летит ракета, запущенная с Земли со скоростью 11 километров в секунду. Она улетит от Земли, но там, вдали от Земли, практически остановится. Наконец, если очень быстро движение галактик, а взаимное притяжение не очень велико, то и на бесконечности скорости сохранятся. Это гиперболическое решение, гиперболический закон. И если вообще нет никакого взаимного притяжения, ну, разлет будет с постоянной скоростью происходить. Нет торможения, он и будет. Это все в будущем. А что было в прошлом? А в прошлом некуда деваться. Если сегодня все расширяется, мы включаем кино обратно, и, значит, все это было во все меньшем-меньшем объеме, и было когда-то начало. По крайней мере, простая математика говорит о том, что когда-то все точки Вселенной, все атомы Вселенной, то есть галактики, стартовали из одного места. Ну, это формальное решение, но все-таки оно вполне правдоподобно. Так Фридман решил математическую задачу, и, в общем, оказалось, что она неплохо описывает наблюдения. Что же было там в начале? Сегодня система галактик расширяется, и мы постепенно удаляемся от всех, и все удаляются от нас, за исключением тех немногих членов нашей местной группы галактик, которые связаны взаимной гравитацией. Вот мы, Андромеда, и мелочь, которая между нами, это как бы единый такой атом. Это гравитационно связанная системка, но от нее улетают все прочие. А если посмотреть назад в прошлое, то что-то такое было любопытное несколько миллиардов лет назад. Зная, с какой скоростью происходит расширение, мы можем сказать, когда оно стартовало. Это просто. Около 14 миллиардов лет назад какой-то старт должен был состояться. Вот как он произошел. Формальное математическое решение, которое говорит, что все из точки, ну, оно нас не удовлетворяет. Это слишком сильная экстраполяция. Надо как-то это более физически понять. Не все, не все ученые сразу согласились с этой, в общем-то, ужасной мыслью, что у мира было начало. Трудно представить себе, что когда-то не было нашей Вселенной. И вот один из крупнейших астрофизиков, который предложил альтернативный вариант, что не было вот этого старта, это замечательный, очень известный английский астрофизик Фред Хойл, вы видите, он получил почетное звание за свои работы, он предложил, он и несколько его учеников предложили такую теорию, она по-английски называется steady state теория, которая предлагает вариант вечного мира, но при этом расширяющегося. На место уходящего вещества все время творится, создается из вакуума новое вещество. В середине 50-х это была весьма крамольная идея, сегодня к ней как-то с большим интересом относится, но в то время сэр Фред Хойл еще и был известным популяризатором науки, выступал на BBC с рассказами о последних научных достижениях, и в качестве насмешки, издевки вот над этой странной теорией, предсказывающей рождение мира, он сказал, ну что там у вас был? Какой-то большой бенц, биг-банк, и вот этот термин биг-банк, большой взрыв, он рожденный для шутки, оказался принят учеными, и сегодня мы теории, оперирующие с началом расширения Вселенной, утверждающие, что у мира было, у нашего мира, у нашей Вселенной было начало, мы называем теорию большого взрыва. Неожиданно для Хойла эта шутка обернулась, и термин укрепился в той теории, которую он не поддерживал, но которая все-таки оказалась верной. Еще один крупный астрофизик, профессор нашего университета, Яков Борисович Зельдович, эта фамилия может быть вам известна, это один из отцов нашей атомной водородной бомбы, вообще ядерных исследований, но когда уже все это было сделано, он стал заниматься астрофизикой и практически создал релятивистскую астрофизику не только в Московском университете, но и вообще в мировом масштабе, его книги и статьи были, конечно, ведущими, и он предложил один из вариантов рождения мира, холодное начало. В принципе, любой старт может произойти по двум причинам. Вы можете взорвать гранату, то есть нагреть маленький объект сразу до высокой температуры и под действием давления его части осколки начнут разлетаться. А можете просто взять холодные шарики и бросить их в разные стороны. Они холодные, но тоже будут разлетаться. Вот некоторое время астрофизики были вне доумения. А каково было начало мира? Это был горячий взрыв или холодный старт? Яков Борисович, кстати, это мой снимок, он нас тут на физфаке, в аудитории 518 учил когда-то релятивистской астрофизики, замечательный был физик, он был склонен к холодному старту Вселенной. Но эта теория продержалась недолго. Буквально через два или три года после публикации Зельдовича, два американских инженера Арно Пензиас и Роберт Уилсон сделали грандиозное открытие. Соорудив вот эту антенну, радиоантенну для связи с искусственными спутниками Земли, они никак не могли избавиться от помехи, как они считали. Антенна все время принимала какой-то слабый радиосигнал со всех направлений на небе. Ученые, инженеры эти два, они считали, что у них что-то там приемник барахлит или в антенне что-то завелось, они даже ползали там и голубиные гнезда оттуда выбрасывали, а в этом узком месте, куда сами не могли проползти, кошку запустили и она, продираясь сквозь волновод, очистила его. Тем не менее, помеха не исчезла. И выяснилось, что это не помеха, а это весь небосвод, вся вселенная передает нам радиосигнал. То есть, весь мир заполнен электромагнитным излучением, очень слабым, но весь мир им заполнен. И оказалось, что это так называемое тепловое планковское излучение, это его спектр, и приходит оно к нам из неведомых далей, из гораздо больших расстояний, чем те, на которых мы видим галактики. А значит, из далекого прошлого, раз расстояние велико, значит, расстояние во времени велико. И профессор, вновь профессор наш, МГУ, Шкловский, Иосиф Самуилович, дал ему имя реликтовое излучение. С тех пор мы его так и называем фоновое или реликтовое излучение. это сразу доказало, что старт мира, большой взрыв был горячим. Что то, что мы наблюдаем сегодня, как излучение с температурой всего лишь около трех кельвинов, в прошлом было очень плотным, очень горячим излучением электромагнитным, заполняющим всю Вселенную. Ведь с тех пор Вселенная расширилась с начала взрыва, естественно, охладилось излучение. А если мы начнем крутить кино обратно и сжимать объем Вселенной, а излучение в нем заперто в этом объеме, то оно все более плотным, горячим становится. И чем дальше в прошлое, тем более горячим это излучение становится. Таким образом, старт нашего мира был горячим, похожим, действительно похожим на взрыв. Хотя это не в том смысле взрыв, как вот в этом месте взорвали, а туда полетело. Это однородный взрыв. Вся Вселенная была однородной, горячей, и об этом говорит излучение реликтовое, которое со всех сторон на небе одинаковое. Как происходило в первые секунды жизни Вселенной преобразование ее вещества? В самом начале, конечно, было самое элементарное вещество, самый простой химический элемент водород, ну то есть протон сам по себе. но расчеты показывают, что в первые секунды жизни Вселенной температура была миллиарды градусов, плотность такая же, как в центре звезд, и соответственно те же термоядерные реакции происходили, что и в звездах. И вот перед нами график, это расчет, но он очень точный, первые секунды, сотни секунд, тысячи секунд, ну то есть первые минуты жизни Вселенной, стремительное расширение, охлаждение вещества, но пока еще температуры держались на уровне миллиардов градусов, происходило преобразование вещества, рождался гелий, обычный гелий-4, тот же процесс, что в ядрах звезд, гелий-3 легкий изотоп, и дейтерий, тяжелый изотоп дейтерия водорода. Но в какой-то момент, вот по истечении трех, пяти первых минут жизни Вселенной, температура упала, плотность упала, и условия для термоядерных реакций уже исчезли. Слишком холодно и не столь плотно стало вещество. Поэтому произошла, как говорят, закалка, заморозился химический состав, и вот что мы имели через несколько минут после начала большого взрыва. Водород, он тут не показан, его почти 100%, ну там, 80%, водород и гелий, и мизерное количество дейтерия и легкого, гелия-3. Вот таков был исходный состав Вселенной, и надо сказать, таким же примерно он и остался. Возьмем сейчас межзвездный газ наш, он примерно такой же состав, имеет чуть-чуть тяжелых элементов прибавилось в результате жизнедеятельности звезд. Но на самом деле, возьмите вот старые планеты, Юпитер, например, Сатурн, у них буквально такой же состав вещества, каким он был в первые минуты рождения Вселенной. Это доказывает справедливость таких расчетов. Более того, мы можем не знать, какова плотность вещества в нашей Вселенной, но рассчитать для разной средней плотности вещества выход химических элементов. Вот на этом графике, если бы какое-то другое начальное условие мы бы взяли, немножко больше гелия, меньше гелия, дейтерия, больше или меньше. И эти расчеты очень хорошо согласуются с наблюдением. Вот зависимость количества дейтерия от средней плотности вещества во Вселенной. Это наблюдаемая средняя плотность, это наблюдаемый состав дейтерия, доля дейтерия в Юпитере, например, который не теряет его. И очень точно соответствует одно другому. То есть мы можем сегодня сказать почти наверняка, мы знаем, что происходило в первые минуты жизни нашей Вселенной. все ядерные реакции посчитаны, выход химических элементов посчитан, и он точно соответствует наблюдаемому составу древних небесных тел, звезд и планет. А что было дальше? А дальше вот это горячее вещество, этот газ, заполняющий Вселенную, продолжал расширяться и охлаждаться. Пока его температура держалась на уровне нескольких тысяч кельвинов, это была плазма. Ну, забудем о всех других элементах. Водород, он главный. Протоны и электроны. Протоны и электроны. Они летали сами по себе, оторванные один от другого, потому что было горячо. Тысячи градусов. Сначала десятки тысяч, потом тысячи. А между ними летали кванты электромагнитного излучения. Но квантам было плохо, потому что далеко ли улететь они не могли. Ведь смотрите, это плазма. Масса электрически заряженных частиц, а электромагнитный квант с ними взаимодействует. Он сразу рассеивается, поглощается, переизлучается, если вокруг него есть электрически заряженные частицы. Так что плазма была непрозрачной. Это был плотный туман, абсолютно непрозрачный для излучения. Но наступил момент, когда температура снизилась примерно до трех тысяч кельвинов. Плотность в этот момент была довольно высокая, 10 четвертой частиц на кубический сантиметр, хотя по нашим меркам это, конечно, не очень много. Этот момент наступил по истечении четырехсот тысяч лет, первых четырехсот тысяч лет жизни Вселенной. И в этот момент плазма превратилась в нейтральный газ. Произошла рекомбинация. Протоны захватили электронов и стали нейтральными атомами водорода. А с ними излучение уже практически не взаимодействует. Это уже нейтральные частицы. И кванты получили свободу движения. Вещество сразу стало практически прозрачным. и кванты почувствовали свободу и полетели. Вот куда они двигались в этот момент, туда они с тех пор и летят. Для них межгалактическое вещество, так сказать, вещество Вселенной стало практически прозрачным, как стекло. И они летят уже 13,5 миллиардов лет. И сегодня прилетают к нам в виде этих самых реликтовых квантов. Это то самое излучение, которое тронулось в путь 13,5 миллиардов лет назад. И сегодня мы их принимаем. Конечно, это все не в один момент было. Сначала рекомбинация гелия происходила, вторая рекомбинация гелия, два электрона, потом водорода. Но это был довольно узкий диапазон времени жизни Вселенной. И с тех пор она стала прозрачной. Мы смотрим сегодня на реликтовое излучение и видим его, приходящего к нам из очень далекой эпохи, когда Вселенной было менее полумиллиарда лет от рождения. Это как бы экран за этим экраном, плазма, перед этим экраном прозрачная Вселенная. И вот с этого экрана к нам приходит излучение. Что мы видим? Это полная карта неба. Это тоже, это тоже. По всей небесной сфере реликтовое излучение очень однородное. Его температура, вы видите, с какой точностью измерил он там 2 целых и несколько тысячных долей кельвина. Это, так сказать, в общем мир нагрет до этой температуры. Но если аккуратно измерить температуру реликтового излучения в разных направлениях на небе, окажется, что оно чуть-чуть различается. В одном направлении оно чуть горячее, в другом чуть-чуть холоднее. Это просто объяснимый эффект. Сквозь море реликтовых фотонов наша планета вместе с нашей звездой и галактикой движется в каком-то направлении. Мы движемся туда, и прилетающие оттуда кванты имеют чуть большую энергию, ну, потому что мы движемся им навстречу. А это направление, из которого мы движемся. Естественно, догоняющие нас кванты кажутся нам немножко более прохладными. Разница невелика и соответствует скорости движения Солнечной системы примерно 600 км в секунду. Это наша скорость относительно моря электромагнитного излучения, заполняющего всю Вселенную. В некотором смысле наша абсолютная скорость. Но поиски еще более мелких флуктуаций температуры реликтового излучения продолжались, поскольку было очевидно, что они должны существовать в мелкие флуктуации. Ведь сегодня мы живем в очень неоднородном мире. Здесь галактика, здесь галактика, в промежутке пустота. А в прошлом мир был чрезвычайно однороден. Но если бы он был полностью однороден, то сегодня никакой неоднородности не возникло. Сегодня Вселенная была бы заполнена жиденьким, разреженным, однородным, везде одинаковым газом остывшим. Но это же не так. Мы видим, что вещество разбито на комки галактики. Значит, эти комки должны были предшественников какие-то флуктуации плотности вещества и температуры иметь в далеком прошлом. Между прочим, был большой кризис в астрономии, что никак не могли найти эти флуктуации реликтового, температуры реликтового излучения, хотя они обязаны были существовать. Я хорошо помню конец 80-х, когда просто вот за голову хватались. Реликт однороден, а сегодня мир неоднороден. А когда же произошло? Произошел распад вещества. И вот в середине 80-х наконец-то космические эксперименты стали давать результаты. Первый результат, вернее так, первый эксперимент был советский. Наш спутник реликт, ну, точнее говоря, аппаратура реликт на спутнике прогноз была запущена в 84-м году. Американцы подобный эксперимент начали только в 90-м году, спустя 6 лет после нашего. Но наша аппаратура была хуже, американская лучше. И результаты были получены одновременно к 92-му году. Мы долго обрабатывали результаты, ошибок было много, но в конце концов довели до правильного результата. Американцы быстрее со своей более чувствительной аппаратурой их получили. И в одном номере журнала Nature было опубликовано две статьи группы Московского университета, Институт космических исследований и Принстонской группы американской о том, что найдены мелкие флуктуации реликтового излучения, найдена причина неоднородности современного мира. Почему-то ссылки теперь идут только на американские работы, они за это Нобелевскую премию получили. Наши специалисты грустят, что им не дали Нобелевскую премию. Ну, грустить особенно не стоит, их аппаратура действительно была надежнее. Тем не менее, в общем, наши результаты тоже были не так уж и плохи. Но, как говорится, второго места в Нобелевской гонке не бывает. Что же в этом направлении происходит? Продолжаются все более и более качественные измерения температуры реликтового излучения. Вот спутник Коба в 90-х годах довольно такую грубую картину нам показал. Тем не менее, перепады температуры, отмеченные здесь перепадами цвета, уже были видны. Недавно отлетавший свое спутник WMAP, гораздо более чувствительный и с лучшим разрешением, уже показал карту неба значительно более детальную. И теперь мы понимаем буквально, вот как эти мелкие флуктуации температуры и плотности постепенно превращались в гигантские скопления галактик, в отдельные галактики, в общем, начали приближаться к пониманию эволюции этой картины. Вот так от первых измерений Пентиаса и Вилсона к современной картине реликтового излучения, неоднородной. Это неоднородность очень маленькая, тысячные доли процента, перепады, но это очень важная вещь, иначе бы мы не могли понять, откуда структура мира взялась. Наконец, сейчас на орбите работает вот такой спутник Планк, еще более качественный, он буквально на днях там исчерпался жидкий гелий и он перестал видеть реликтовое излучение, а до тех пор очень точные результаты смог получить. Эти эксперименты будут продолжаться, потому что, глядя на реликтовое излучение, мы видим самое далекое прошлое нашего мира. Реально видим, не просто делаем расчеты и сравниваем с наблюдениями, как химический состав вещества, а просто видим картину прошлого, удаленную от большого взрыва менее чем на полмиллиарда лет. Ну, ладно, мелкие детали этих исследований мы пропустим, а я вам покажу, как на наш взгляд эволюционировала картина мира. Вот этот компьютерный расчет, гидродинамика трехмерная, этот кубик, хотя на экране он сохраняет свой размер, на самом деле надо представлять себя как непрерывно расширяющимся, общий процесс расширения во Вселенной происходит, но вы видите, как из почти однородной структуры под действием гравитации постепенно возникает сложная иерархическая картина уплотнений, которые становятся скоплениями галактик, а внутри них отдельными галактиками. Это довольно конец этого расчета дает нам примерно вот такую картину. Так в большом масштабе должна быть распределена материя, вещество во Вселенной. И похоже, что это соответствует наблюдениям. Вот такие длинные уплотнения, в узелках еще более крупные уплотнения, они должны соответствовать скоплениям галактик, и мы видим вот один из довольно старых обзоров неба. Здесь мы находимся, здесь большая область пространства, которую мы изучаем, мы видим и линейные структуры, обрисованные галактиками, и отдельные плотные области на пересечении этих линейных структур. Наибольший вклад в это внесла программа, стимулированная Слаановским фондом, это один из американских фондов, поддерживающих науку, около 15 лет назад был такой странного чемоданного внешнего вида телескоп сделан, очень продуктивный по своему научному выходу. И, кстати говоря, наши выпускники там тоже работают, и сразу количество галактик, изученных на небе от тысяч достигло нескольких миллионов. И теперь вот такие карты распределения галактик во Вселенной, посмотрите, до полутора, почти миллиардов световых лет протянулись. Мы видим гигантские структуры, в которые собрано вещество, и понимаем их происхождение. Вот самая большая карта, которая на сегодняшний день сделана, это северное небо, это южное, и происхождение этой структуры в общем и целом нам сегодня понятно. Вот так можно условно представить себе эволюцию Вселенной. Большой взрыв, горячая плазма, и наконец эпоха рекомбинации, когда плазма стала нейтральным газом. И сегодня наши приборы сквозь всю остальную историю Вселенной видят этот экран. Вот с него тронулись в путь те кванты, которые сегодня мы регистрируем на Земле и космическими телескопами, как кванты реликтового излучения. Вселенная стала, к счастью, стала прозрачной, к счастью для астрономов, и мы ее видим всю, на всю глубину ее истории, за исключением первых четырехсот тысяч лет, когда, ну, ничего не поделаешь, там сплошная плазма, туда электромагнитные волны не проникают. Но туда, например, проникают нитри, а точнее говоря, оттуда к нам могут проникнуть нитрины, гравитационные волны, и как только аппаратура в этих диапазонах станет достаточно чувствительной, мы увидим историю Вселенной на еще большую глубину. Потом была эпоха, темная эпоха, газ охладился, а еще ничего не светилось, звезд не было, Вселенная была однородно заполнена газом. И в какой-то момент потом газ уже объединился в галактике, в них стали рождаться звезды, и они вновь нагрели вещество, сами засветились, газ вокруг себя нагрели, и мы их пытаемся рассмотреть. Пытаемся, и в этом смысле большую помощь оказывает все еще работающий на орбите космический телескоп Хаббл. Он самый глазастый, самый чувствительный инструмент на сегодняшний день в арсенале астрономов, и с его помощью было получено несколько сверхглубоких дипфилд, таких снимков, то есть в самое-самое глубокое прошлое Вселенной. Вот на этом снимке вы видите тысячи объектов, их действительно тысячи, там очень много мелких, почти незаметных, и среди них почти нет объектов нашей галактики. Ну вот мы видим, вот одна звездочка наша, где еще, вот вторая наша звездочка нашей галактики, а все остальное скопище объектов это далекие звездные системы на огромную глубину в прошлое видимые нам, и чем обычно чем мельче галактика на этой фотографии, тем дальше она от нас находится. Ну вот, например, на этом кусочке того снимка одна звезда принадлежит нашей галактике, а все остальное это мир, заполненный звездными системами. Выяснилось, что в прошлом галактике были не такие крупные, как в нашу эпоху. Ну мы это уже понимаем хорошо. Галактики сливаются, поглощают друг друга, крупные и поедают мелких. Поэтому в нашу эпоху крупных естественно больше, а в прошлом было больше мелких, которые постепенно сливаются друг с другом и объединяются в более крупные звездные системы. Самым замечательным открытием при изучении галактик было обнаружение активности их ядер. Происходило это так. Поначалу были открыты странные радиоисточники. В начале 60-х с помощью радиотелескопов открыли точечные не имеющие никакой видимой структуры радиоисточники. Их назвали квазарами. Это аббревиатура от Quasi-Stellar Radio Source. Квазизвездные, ну в смысле, ну как точечка неразличимой структуры. Поначалу было непонятно, что это такое, но постепенно выяснилось, что это ядра очень крупных и далеких от нас галактик. Вот так на фотографии выглядит квазар. Это сияющий объект непонятной структуры, но если закрыть его специальной заслоночкой, то вокруг него видна иногда, ну у близких квазаров иногда удается различить саму галактику, основное тело галактики. И мы понимаем, что в ее ядре происходит колоссальное какое-то выделение энергии в небольшом сравнительном объеме. Физика квазаров все еще остается предметом исследования. Ну, более или менее сегодня ясно, что это проявляется наличие сверхмассивной черной дыры, так что в центрах крупных галактик находятся сверхмассивные черные дыры с массой порядка сотен миллионов масс Солнца, на которые падает снаружи вещество, межзвездный газ, звезды нагреваются и все это сияет. Но в общем в деталях картина еще, конечно, будет уточняться. Но нам интересно, что квазары видны на огромном расстоянии и они как маячки позволяют нам исследовать Вселенную. Ну, как правило, вот из ядра квазара бьет такая струя очень горячей плазмы. Это еще не совсем понятный в деталях процесс, но для астронома важно, что квазар это такой маячок на краю Вселенной находится. И вот это мы наблюдатели это какой-то квазар там ядро галактики его свет пока доходит до нас на своем пути встречает еще много чего. Много других галактик случайно оказавшихся на луче зрения. Проходя сквозь них свет испытывает поглощение. Вот одна и та же линия например линия излучения водорода здесь в ярком горячем газе это как линия излучения видна. А потом проходя через другие галактики она же становится линией поглощения. Поскольку все они с разными скоростями движутся доплеровское смещение их разводит в разные участки спектра. Быстрее всех удаляется от нас квазар красное смещение это медленнее удаляется это еще медленнее и так далее и так далее это почти не удаляется и линия на своем лабораторном месте. Это очень удобный метод изучения так сказать протыкания пространства чтобы понять его структуру. Вот кусочек спектра квазара это его линии излучения близкий квазар тут с коротковолновой стороны почти нет линии поглощения а вот далекий квазар Z там три с половиной и мы видим целый лес линии поглощения это присутствие многочисленных других облаков газа но фактически других галактик случайно попавших на лучи зрения. так мы исследуем структуру пространства еще один полезный метод метод гравитационной линзы тоже позволяет нам вглубь вселенной посмотреть если это наблюдатель ну мы с вами а это какое-то массивное тело не будем уточнять пока какое то далекий источник света его лучи проходя мимо массивного тела искривляются и мы их видим как бы пришедших с других направлений вот продолжая эти пути видим не один источник здесь а вот в разных направлениях если картина симметричная то видим целое колечко вместо этого источника но такой симметричной картины в природе не бывает что может играть роль гравитационной линзы например скопление галактик огромная масса и вот посмотрите мы смотрим сквозь скопление галактик и видим вот эти вот обрывки кольца то есть понимаем что это за скоплением вдали лежит объект который изображение которого исказилось гравитационным влиянием самого скопления или вот большое скопление галактик и вот вам пожалуйста эффект гравитационной линзы так бы мы вот эту галактику вот эту вот ее изображение не увидели но случайно оказавшаяся перед ней гравитационная линза в лице скопления галактик конечно исказила форму но зато усилила яркость того далекого объекта и таким образом сегодня мы открываем очень далекие галактики благодаря эффекту гравитационного линзирования усиление света преломление света в гравитационном поле сравнительно близко к нам расположенных скоплений галактик очень полезный эффект Он, скопление галактик работает как бы частью нашего телескопа, как бы объективом нашего телескопа, предварительным объективом, усиливающим свет очень далеких объектов. Разумеется, не все так гладко. Вот так история Вселенной представлялась еще в недавнем прошлом. Большой взрыв, длительная эпоха, темная эпоха тьмы, когда звезд еще не было, и потом постепенно начинают рождаться новые звезды, ну а к нашей эпохе истощается межзвездный газ, и они все меньше и меньше рождаются, вот сегодня мы здесь. Но глядя в далекое прошлое, мы видим, что чем дальше мы уходим в прошлое, тем больше, не меньше, а больше видим ярких галактик. И вообще говоря, даже вот тут, на краю эпохи тьмы, мы видим большое количество звезд и звездных систем. Когда они успели родиться? Это загадка. Когда успели сформироваться те звезды, которые мы видим на расстоянии 12, почти 13 миллиардов световых лет от себя, как-то очень быстро Вселенная изготовила все свои объекты, ну звезды и галактики. Это немножко путает карты теоретикам и заставляет искать какие-то новые механизмы формирования звезд. Вот это современная картина такая. Все родилось почти в далеком прошлом. И, наконец, последнее великое открытие 20 века, уже накануне 21 века, связано с тем, что закон расширения Хаббла оказался неправильным. Если 20 век начался с того, что мы открыли расширение Вселенной, и нам казалось, что оно замедляется со временем, то в конце 20 века было открыто совсем другое. Расширение ускоряется. Как это было сделано? Были найдены новые индикаторы расстояния. Вот это две фотографии одной области неба, сделанные телескопом Хаббл. И вот тут мы видим небольшую галактику, очень далекую, поэтому кажется небольшой. Здесь ничего нет, а тут появилась звездочка маленькая. Вот она вот тут, стрелкой показана. Это взрыв сверхновой звезды. Просто он так невзрачно смотрится, потому что расстояние большое. Оказалось, что некоторые сверхновые звезды определенного типа, взрываясь, всегда вспыхивают с одинаковой яркостью. Это белые карлики коллапсируют, они все одинаковые в момент коллапса, поэтому и вспышка одинаковая. Значит, видимая яркость вспышки говорит о расстоянии до источника. И вот в середине 90-х годов астрономы поняли, что это хороший метод измерения сверхдалеких расстояний. Стали искать вспышки сверхновых вот эти, помог телескоп Хаббл. Нашли несколько десятков и по ним вычислили расстояние до вот этих вот супердалеких галактик. Скорости их движения были легко измеримы по спектру. И выяснилась странная картина. Мы ожидали, что с расстоянием, с красным смещением, будет определенным образом меняться расстояние до этих далеких галактик. Вернее, скорости этих далеких галактик. А оно немножко пошло не по предсказанию теории. И сегодня мы имеем вот такую странную модификацию решения Фридмана. Помните, я говорил, что мир может либо остановиться в своем расширении и начать сжиматься, либо будет тормозиться быстро, не очень быстро, или в крайнем случае вообще не тормозиться, если притяжение галактик друг к другу не столь велико. А оказалось, что мир в своем расширении сначала немножко притормаживался, а в недалеком прошлом, отделенном от нас не так уж несколькими миллиардами лет, ускорение начало происходить в расширении Вселенной. То есть сегодня мы видим, как галактики от нас удаляются со все большими и большими скоростями. Причиной этого эффекта может быть только одно – взаимное отталкивание. То есть, можно сказать, антигравитация. С этим явлением мы впервые столкнулись в 1996 году, когда были опубликованы эти работы. Антигравитация была только в фантастических романах до этого. Сегодня мы знаем, что она присутствует в природе. Каков ее агент, как она описывается, пока не ясно. На этот счет сейчас каждый год несколько теорий появляется, но это факт. Такой условный термин пока для обозначения антигравитационного влияния объектов друг на друга – это темная энергия. Предполагается, что есть один из вариантов. Есть некое поле, заполняющее все пространство, и оно приводит к взаимному отталкиванию всех, ото всех объектов. И вот сегодня состав Вселенной видится нам таким. Средняя плотность энергии на три четверти принадлежит этому самому неведомому нам пока полю, которое условно называется темная энергия. Еще примерно четверть – это темная материя, о которой мы говорили. Она на периферии галактик в основном заметна. Это нормальное гравитирующее вещество, просто мы не знаем его природы пока, что это за частицы. А на все остальное многообразие химических элементов мира приходится около 5% плотности Вселенной. Это все – и межзвездный газ, и межгалактические звезды, и планеты, и мы с вами, весь мир, который до сих пор в учебниках описывался как единственно существующий, всего лишь около 5% по-настоящему представляет. А еще 95% пока неизвестные нам сущности, присутствие которых мы ощущаем, но природу которых не знаем. Это замечательные перспективы для естествознания. Вот теперь это и начинается самое интересное. Теперь понятно, в чем надо разбираться и природу чего выяснять. Темной материи и темной энергии. Зачем это нужно? Дело в том, что закладывались эти сущности в самом-самом начале расширения Вселенной. Не в те несколько первых минут, когда химический состав мира сварился, а в те миллиардные доли первой секунды, когда Вселенная была очень горячей. Частицы двигались сумасшедшими скоростями. И мы этого воспроизвести в лаборатории не можем. Вот сегодня при сравнительно низких энергиях, которые окружают нас, которые в синхрофазотронах воспроизводятся, мы чувствуем существование четырех сил в природе. Гравитации, слабой ядерной силы, сильного ядерного взаимодействия, ну и электромагнетизма. В некоторых экспериментах физики доказали, что слабая сила и электромагнетизм – это по сути одно и то же, только при более высоких энергиях. Есть надежда, что будет доказано, ну почти доказано, что сильное, слабое ядерное и электромагнитное взаимодействие – это тоже вещи одного поля ягоды, просто при низких энергиях проявляющие себя вот таким разнообразным образом. Но с гравитацией пока сладить не удается. Есть только прогноз теоретический, что сила гравитации тоже входит в общую, коллективную, единую силу природы, но проявится это только при таких энергиях, при такой температуре вещества, которые на Земле, ну даже и фантазировать нечего. Мы их никогда не получим. Даже наш великий адронный коллайдер не приближается к этим энергиям. А изучая прошлое Вселенной, мы можем это понять, потому что в прошлом Вселенная имела такую температуру, и частицы двигались с такими сумасшедшими скоростями. Так что космология выходит, изучая самые крупные структуры в природе, выходит на природу самых мелких частиц, элементарных частиц и сил, действующих между ними. Ну, адронный коллайдер тоже полезная штука, и с его помощью тоже кое-что. Бозон Хиггса открыли, например. Но как родилась Вселенная, пока понять не удается. Один из вариантов вот в этой шуточной истории. Прочитайте ее. Ну, я думаю, что наш адронный коллайдер не создаст новую Вселенную. Слабоват он для этого, но вообще говоря, кто знает. На этом я приблизился к концу курса. Хочу вам показать китайскую мудрость. То, что я вам рассказывал, наверняка вы забудете. А то, что я вам показал, а я вот стремился как можно больше показать, может быть, останется у вас в памяти, и вы почувствуете масштабы мира настоящие, не лабораторные, а реальные. Ну, а для тех, кого это интересует более глубоко, конечно, надо в астрономию погрузиться чуть более серьезно, чем мы с вами в этом курсе сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!